Как вы мне надоели! Первая. Ножик Серёжи Довлатова. Литературно-эмигрантский роман. В Копенгагене я сделал сделку. Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку, а книжку подарил журналистке из газеты с трудновоспроизводимым названием, после чего пошёл по магазинам. Одна из кожгалантерейных лавок прогорала в дым, судя по ценам. Роскошный кейс с номерным знаком, стоивший напротив полторы тысячи крон, здесь предлагался за сто пятьдесят. Я вспотел час, пытаясь обнаружить суть подвоха. Жалко тратиться на подарок себе самому, разве что ты на этом здорово экономишь. Бедный пластмассовый дипломат мне омерзил. При малейшем недосмотре он вдруг делал сезам от Кройса, вытряхивая барахло под ноги прохожим. В Венеции он раскрылся на мосту, и фотоаппарат прыгнул из него в канал, только булькнул. Ненавижу Венеции. Магазин закрывался, я принял решение. Продавщица сломала ноготь, выставляя мои любимые числа, после чего я достал бумажник и показал ей, что там пусто. В более темпераментной стране меня бы убили. Вялые народы датчане, недаром викинги перед дракой нагрозались мухоморов. Редакцию все давно покинули. Журналистка отправилась проводить выконд на яхте. Вы видели фильм «Торпедоносцы»? Так яхт там чертова прорва, все берега заставлены. Пароход у меня уходил в восемь утра, а через наш банк получишь лишь соболезнования о валютных трудностях державы. В кармане брякала мелочь, сигареты кончались, хотелось жрать, хотелось выпить и отвезти душу. Я побрел найти немного понимания к московской знакомой, недавней эмигрантке. Она жила в центре, зато без горячей воды. Мы выпили водки, закусили бананом и обматерили Данию. Одна из образцовых. Последним ее впечатлением о родине было знакомство с Александром Кабаковым. Это сильное и приятное впечатление еще не изгладилось, оно подпитывало ее интеллектуальный патриотизм. Пока она по частям мыла с холодной водой, я стал читать сочинителя. Автор наслаждался мужской любовью и интеллигенток к женщине и оружию. Он стреском вспорол брезент швейцарским офицарским ножом с латунным крестом на рукоять. Если швейцарские офицеры соответствуют своим ножам, то их можно ловить с очками. Я начал открывать дипломат, и меж блокнотов и книг вылетел под ноги замерзшей хозяйки. Именно швейцарский офицерский нож. Он размером с палец. Со множеством складных штучек для облегчения офицерской службы. Им можно нарезать колбасу, открыть бутылку, провязать дырочку для ордена и врубить волосок из носа. Случайно, стал быть, на ноже карманом найди отметку дальних стран. Этот ножик подарил мне Довлатов. В таллиннском журнале «Радуга» мы напечатали впервые в Союзе его рассказы, и он переслал редакции подарки. Пробный флакончик французских духов, что-то пишущее, и складной ножик с латунным крестиком на вишневой пластмассовой щечке. Редакция была дамская, ножик взял я. Приложенная в футляре инструкция на пяти языках, включая китайский, просвещала швейцарский офицерский нож из наилучшей стали. Китайский язык объяснялся местом изготовления, там дешевле. Теперь-то мы изведали качество дешевых китайских товаров. Возможно, оно основано на надежде свести продолжительность, и без того краткую нашей жизни, и без того горестный, к веку воробья, истребленного рисоводческим кооперативом. Страдающие недостатком жизненного пространства китайцы умны, терпеливы и настойчивы. Их зоркие прицельные суженности глаза вежливо смотрят через амур. Восток научился проницать удаленность времени и пространства задолго до скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы. И в дальней перспективе, где держава перетекает и дельц, как амеба, никуда мы не денемся от передела территории. Пьеса о территориальном суверенитете написана давно и называется «Собака на сень». Когда-то я жил на китайской границе, на Манжурке. Рубежная станция Забайкальск называлась тогда «Отпор», да отпирались. И китай звучал у нас символом честности и трудолюбия. Несравненное качество китайского ширпотреба памятна старикам. Равно как и победоносная борьба с мухами, воробьями и гомендановцами. Смелый как тигр, двадцатизарядный маузер, ливаньчуня не могло заклинить. Восторгающие пионерскую правду, любовь и уважение к братским китайцам не мешали пацанве травить бурятов. То, что буряты жили в этой степи спокон веков, было их личным и никого не колышащим горем. Бурят было словом ругательным, синонимом его было слово «дундук». Много лет спустя студентом Ленинградского университета, практикант в журнале «Нева», я с недоверчивым удивлением, узнал отзав прозой покойного Владимира Николаевича Кривцова, писавшего тогда роман о первом российском после в Китае отце Якинфе Бичурине, что до революции при изрядной малограмотности в России мужчины, монголы и буряты были грамотны поголовно и весьма. Мальчиков отдавали на воспитание в дацаны, откуда они возвращались с обученными и причастившись восточных мудростей. Это мы потом им дацаны закрыли, ламп перешлепали, а прочим вели кириллицу. Маша мыла раму. Вот в том же отделе прозы я впервые услышал фамилию Довлатова. Я вообще услышал там много нового и интересного. Например, что Октябрьская революция. Ну и что сделали лучше? Я клацнул от неожиданности своими белыми комсомольскими зубами. Что касается ответа, так это сейчас, двадцать три года спустя, все стали умными и храбрыми. За эти двадцать три года задавший мне этот вопрос ехиднейшей и ласковой улыбкой Самуил Арон Члурье, старший, тогда единственный, редактор отдела. Ах, Джон, а ты совсем не изменился? Неизменно худ, лыс, сутул, узкоплечь и очкаст. Гуманитар-интеллигент. Разве что зав в том же отделе. Нужно было пережить застой, перестройку, распад, полдюжины главных и ответ секров, непотопляемо пройти скандалы из суды, сдать роскошные покои фирмам, но вориши и ужаться в боковые комнатки, обнищать и уменьшить формат на скверной бумаге, чтобы открылся, что сутулость скрадывает высокий рост. Из растянутых рукавов свитера торчат ширококосные волосатые запястья, в объятии Саша Лурье жилистый тверд на ощупь и хорошо познается в способности твердо принимать любое количество спиртного, отличаясь изящнейшим умением по мере возлияния интимно изливать гадости тому, кто платит за выпивку. Учитывая должность Иринаме, лучшего ленинградского критика, поставить ему хотели многие. Справедливость требует отметить, что из этих многих очень малых доставало умственных способностей вычленить суть витиевато-иронических фраз, которые с тонкой ухмылкой накручивает им на уши поимый собеседник. Лурьей пересек меня с Довлатовым забавным образом этот образ всех его действий. Я был старательным практикантом, и мою старательность решили поощрить материально. Возможно, к тому отдел прозы подтолкнула совесть. В течение месяца всю работу в охотку делал я один, освободив завы и редактора для их собственных творческих нужд. Я не перенапрягся. В числе непонятного мною литературы и жизни осталось, чем могут заниматься в ежемесячном журнале больше трех человек. Некрасов был вообще один, не считая Красавдотьи Панаева и ее мужа Панаева. Их функции изучены, литературоведами и понятны. Мое непонимание встречает у тружеников редакции раздраженный протест. Меня решили оплатить посредством редакционного гонорара за отшибную внутреннюю рецензию. Из расчета три рубля за авторский лист рецензируемой рукописи. — Миша, — сказал Лурье, вручая мне папку с надписью, — Сергей Довлатов, Зона, пусть совесть вас не мучит. Напечатать это мы все равно не можем. Увидеть, там зэки, охранники, пьянки, драки. Попов, — главрет, — этого не пропустит в страшном сне. А если чудом решил бы пропустить, снимет цензуру. А если не снимет, то снимут нас всех. Но этого, к счастью, произойти не может, потому что Попов дрожит своим креслом. Если встречает в тексте слово «грудь», он подчеркивает его красным карандашом и гневно пишет на полях «что это?». Это после нашей редактуры. А если он увидит слово, например, «сиськи», его просто свезут в сумасшедший дом. Так что пишите, сами понимаете. Обижать человека не надо, хороший парень, я его знаю. В общем, это все равно не литература. Сочините что-нибудь такое изящное, отметьте достоинства, недостатки. Посетуйте в заключении, что Нива не может это опубликовать. И обязательно пожелайте творческих успехов автору. Страницу 5 больше не нужно. Дерзайте, я не сомневаюсь, что все у вас получится. Вспоминая Хемингуэй, Джек Кейли пишет. При первом знакомстве Хемингуэй произвел на меня впечатление туповатого парня. И не раз производил такое же впечатление впоследствии. Таким образом, зона не произвела на меня впечатление литературы. К моему облегчению не пришлось даже кривить душой. Я всего лишь подошел к решению задачи с предварительным умыслом и готовым ответом. Но позднее я узнал, что это называется журналистским профессионализмом. И все-таки зона безнажима запоминалась. Она была не похожа на прочие, идущие в журналах. Первая в моей жизни лицензия была лестно оценена талантливым ленинградским критиком и редактором Лурье и принесла мне 30 рублей. Именно и ровно. Первый в жизни гонорар памятен. За что получен менее памятно, а уж ничего не значащая фамилия автора, послужившая лишь предлогом к гонорару, и изгладилась из воспоминаний быстро и иначество за событиями более интересными и значительными. С утра до ночи один в отделе я сортировал рукописные завалы, писал письма, правил гранки, и в пределах малых полномочий дипломатично беседовал с посетителями, принимая свежие рукописи и выклоняясь решительных ответов. Предмет моего злорадного торжества составило редактирование идущей в набор повести великого письменника Глеба Горышина про то, как он поехал на Камчатку, землепроходец, на Камчатку двумя годами ранее я нас продобрался за месяц без копейки и денег от Питера и цедулю Горышина, пользуясь анонимной безнаказанностью, внутри редакционной машины перередактировал вдрызг. Опасался, что маститый автор возбухнет по ознакомлению с публикацией, но позднее не воспоследовало ни звуков. Семис был в том, что проходивший в ленинградской писорганизации под кличкой Змей Горышин обликом более всего напоминая сподвижника Карабаса-Барабаса Пьевколова Дориемара а бездарностью Казиновую сосиску, являлся вышеупомянутой организации третьим секретарем, то есть имел довольно властью испортить кровушку любому. За этим самозабвенным бесчинством и застал меня друг-однокашник Серега Саульский, трепетно донесший в редакцию свое первое прозаическое произведение. Заготовив фразы к беседе, он постучал под табличкой отдел прозы и его двинулся с почтительным полупоклон. «Присаживайтесь, добрый день!» Казенно приветливо бросил я, не отрываясь от художественного выпиливания по тексту. «Ай-эй!» — подал ответный звук посетитель, и я узрел выпученные Саульские глаза и отпавшую челюсть. За двухметровым редакторским стылом сидел я без пиджака и смотрел вопросительно. С полминуты Саул напряженно соотносил визуальный ряд с семантическим, потом выматерился и закрыл рот. «Сука!» — сказал он. «Пришел нахрен в свята и святых! Молодой автор тля с трепетом! Первый рассказ носу толстого журнала, а там Мишка Веллер в домашних тапчиках!» «Гадская жизнь!» — согласился я. «Когда кадет Биглер становится генерал-майором и лично является беседовать с Богом, то Богом уже работает капитан Сагнер. А ты кем здесь работаешь?» «Практикуешь!» «Я вижу!» «Так рассказ-то есть кому дать прочесть?» «Есть!» «Кому?» «Мне!» «Тебя-то нахрена?» «Прочту!» «Спасибо! Большое спасибо!» «Пожалуйста! Это наша работа!» «А дальше?» «Могу написать мою рецензию!» «Предложил я!» «Зачем?» «Для гонорара!» «И много-то уж написал!» «Да фига!» «Да под рукой!» «Хочешь прочитать?» «Я иногда думаю», «Признался Саул много позднее, «что вот это несовпадение ожидаемого и встречного так на меня тогда подействовало, что именно поэтому я в Неву ничего больше не носил и никуда не носил, и вообще писать прозу бросил, счастью, а вдруг, думаю, там опять какая-нибудь знакомая падла сидит. «Разрушил ты, Михайло, хрустальную мечту юной души о храме высокой литературы!» «Мы с ним нажирались тогда в Париже, куда он переселился давным-давно, перебирая славные воспоминания. Ты писал хорошо, сказал я, как, впрочем, и все, что ты делал, и бросал. Зря, жаль. Это была правда. Боксеры завидовали его боксу, барды песням, журналисты статьям, и все вместе и люты его успехам у баб. «Да ну, Михайло, какая нахрен литература!» сплюнул он с гримасой суперменистого киноактера в роли неудачника. Кому? Зачем? Когда Картасар работал здесь, в ЮНЕСКО, коллеги в комнате не подозревали, что он чего-то там пишет. Было время солжениться, навсюду продавали на килограммы, его знали. Вот Лимонов надрывался шокировать, как он негру минет на помойке делал, ошарашил уровень откровенности непривычный. У всех метро продавали, европейская культура. Хотя французскую любовь придумали, сами не полагают французы, но если б Бодлер описал на уличном арго, как он делает меня трюмбо, французы бы сильно удивились. Еще в СССР, еще в миллионотиражных журналах, еще шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, помаститые писатели, доктора филологии, защищали в печати права Маттана литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядреный корень. С этой лицемерием хватит, свобода так свобода, урезать так урезать, сказал японский генерал, делая себе хороки, уж отменять цензуру так отменять, значит. Из скромности я помянул, что первым в СССР табуированные, они же неприличные, нецензурные, матерные, грязные, площадные, заборные, похабные слова, напечатал ваш покорный слуга зимой 88-го года в таллиннском журнале «Радуга». Мы в трех номерах шлепнули кусок из Аксеновского острова Крыма и, балдея от собственной праведности, нагло приговорили. Мы не ханжи, из песни слова «Не выбишь топором», автор имеет право. В набранном тексте матюги торчали дико, глаз на них замедлялся и щелкал, главный скалил зубы и подначивал «Давай, давай». Союз трещал, Эстония уплывала в независимость, главный был из лидеров Народного фронта, уже никто ничего не боялся. С на полгода опережением российских событий «Свобода самочувствий». Мат был волей, реваншем, кукишем. В этом опережении России скромная радуга первой в Союзе дала и Бродского, и Аксенова, и четвертую прозу, и до черта всего. Смешное время, веселое. Знали нас, знали, в столицах выписывали, что мат. Материца, надо заметить, человек умеет редко, неинтеллигентный в силу бедности воображения и убогости языка, и интеллигентный в неуместности статуса и ситуации. Но когда работяга, коряче, с даручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу, все фонемы, что из него тут же выскочат, будут святой истиной, вырвавшейся из глубины души. Какая ситуация де профундис, когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает, хочет спасать ее мыть с мылом рот, хотя по семантической ассоциации возникает почти физическое ощущение грязности как раз в противоположных местах. Вообще, чтобы святотатствовать, надо для начала иметь святое. Русский мат был подсечен декретом об отделении церкви от государства. Нет Бога, нет богохульства. Алексей Толстой. Боцман задрал голову и проклял все святое. Паруса упали. Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический цветаст изощрен и жизнерадости Аэкспресси. Взлом отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки, нечто экстраординарное. Снятие табу имеет следствие исчезновения сильных выражений. Слова те же Аэкспресси ушла. Дело ведь не в сочетании акустических колебаний, а в информации, в данном случае эмоционально и энергетической, которую оно обозначает. Дело в отношении передатчика и приемника к этим звукам. Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабу и ровни сохраняется код. Информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Не заперт и порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые. Ты сними юбку, обнажи жопу в филармонии. Условность табу важнейший элемент условности языка вообще, а язык то весь вторая сигнальная условная система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше, а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительности с прочими. Нет запрета, нет запретных слов, нет кощунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее. А есть очередной этап развития лингвистической антропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка. Обогащаясь формально, язык обедняется по существу дважды два, я так думаю, сказал Винни-Пух. «Ладно, писатели неучи, филологи-идиоты, обратились бы к Лотману за разъяснениями, сдались они ему все, у него жена болеет, Зара была еще жива, а и Лотман был жив». «Ага, вот поэтому в самых половых сценах писания Лимонова или его жены Медведевой эротического чувства совозбуждения для читателя не больше, чем для старого гинеколога, сотый за прием раскоряченный на кресле старуки. Но есть такое место, такие движения, и что? Обыденность слова сопрягается с обыденностью фразы и сцены, возникает импотенция текста. Что связано с импотенцией, кстати, телесной, это вполне испытали на себе просвещенные и раскрепощенные французы. Чего волноваться? Обычное дело кушать, выпивать, зарабатывать деньги и совмещать свои половые органы. А волнение это избыток чувства, энергии. А если ничем никогда не сдерживаешь, не будет избытка. Отсутствие избытка, слабосилие, упадок, конец. Вам привет от разврата упадшего Рима, закат Европы. Смотри, порники, там же никогда ни у кого толком не стоит работа такая. Сим Макаром к концу второй бутылки, обнаружив, что литературная тема беседы естественна и плавно перетекла в сексуальную, мы ностальгически посмаковали приключения ленинградской молодости, помянув лихой заезд с портфелем Римникского к двум красивым подругам, оказавшимся ночью злостными лесбиянками, чему предшествовала та встреча в редакции. Читаю я твою рецензию, нихрена себе думаю, сидит Мишка тут и решает кого печатать, а кому отказать, а ему еще деньги за эти отказы платят. И только собираюсь предложить напечатать, мол, а гонорар вместе пропьем, как он и говорит, будь моя воля, я бы это, конечно, из интереса напечатал. Э, думаю, парень, да тебе печататься легче, чем ему ровно на одну инстанцию, на самого себя. Так что теперь настала твоя воля? Воля моя, воля, наливай да пей. Сейчас тут Давлатова всего издали, вижу, зона, вспомнил, дай, думаю, куплю, о чем хоть речь-то шла. Ты его знал? Спросил Саул. О, провались он пропадом, сказал я, и в Париже, в Винсенском лесу, под луной нет мне покоя. Много лет Давлатов был кошмаром моей жизни. Кто ж из нынешней литературной братья не знал Сережа Давлатова, разве что я. Так я вообще мало кого знаю, и век бы не знал. Он со мной общался, как умный еврей с глупым, по телефону из Нью-Йорка. То есть просто все мои знакомые были более или менее лучшими его друзьями. Все мужчины с ним пили, а все женщины через одно с ним спали, или как минимум имели духовную связь. Большое это дело вовремя уехать в Америку. Он сыграл в делах моих этом дурном сне большую роль. Ее нельзя назвать слишком позитивной. Это была роль шагов командора за сценой. Хотя сам он о том не мог предполагать. Когда я узнал о нем, он же никак не мог знать обо мне. Он уже свалил, чем еще раз подчеркивалось его умственное превосходство. В ту эпоху звездоносный генсек Брежнев придал новые и совершенно реальные значения метафоре «не жив, не мертв». Реанимация напоминала консилиум над телом Буратино. С неживой невнятной речью и неживыми ошибочными движениями он выглядел кадавром столь законченным, что из года в год представлялся все более бессмертным. То есть разум понимал, что ему полагается умереть, но это в любой момент возможно и неожидаемая, но никогда не наступающая смерть в конце концов стала столь же неопределенно отдаленной абстракцией, как тепловая смерть Вселенной. Его состояние на грани иного мира стало константой общественного бытия. В этом общественном бытии моим рассказам места не было. На чем настаивали все известные мне журналы и издательства, мое сознание не хотел определяться бытием «Сделай или сдохни». Эстония в Ленинграде славилась изобилием и либерализмом. Бытие и сознание здесь были подточены поздним приходом советской власти и приемом финского телевидения. Ветерок дотягивал в щель форточки забитого окна, который Петр прорубил в Европу, светил какой-то шанс. В издательстве «Эстирамот» рукопись одобрили в принципе, «Но есть одно условие. Мы издаем книги только местных авторов, живущих здесь постоянно». «Ясно? Естественно?» «А то поднапрет разных захлестни отвал». «Да, я буду жить в Кушке, в Уилене, в Дудинке, только оставьте шанс». «Неуверенность, но не гарантию, хоть запах реального шанса». «Таллинн режимный город», сказали в паспортном столе. «Для прописки нужно ходатайство с места работы, оно будет рассматриваться. А на какую площадь вы хотите прописаться?» республиканской газете молодежи Эстонии посмотрели мои старые вырезки из много тиражек. Мы вас возьмем, есть штатная вакансия, но, конечно, нужна прописка, вы уже переехали в Таллинн». «И я проволокся сквозь все круги обыденного бюрократического ада, коридоры, очереди, заявления, выписки, справки, резолюции, подписи, печати, милиция, паспорта, жилконторы, очереди, записи, очереди, и переехал в Таллинн. И первые, что меня спросили в доме печати, «А Сережу, да Влад, вот и знал?» «Нет», пожимал я плечами, слегка задетые вопросами о знакомстве, с какой-то пузатой мелочью, о ком я даже не слышал. «А это кто?» «Он тоже из Ленинграда», разъяснили мне. Я с довеском. «Он тоже писатель, в газете работал. Где он печатался-то?» «Да говорят же тебе, вроде тебя». Это задевало. Это отдавало напоминаниям о малых успехах в карьере. Я не люблю тех, кто вроде меня. Конкурент существует для того, чтобы его утопить. Я не интересовался салонами, компаниями и внутри литературным движением рукописей. Слово андерграунд еще не употреблялось, как и слово тусовка. Серенька был, можно сказать, первое перо дома печати. Мое перо, трудолюбивый и упрямый шаг, не хотела писать для дома печати. Мне было тридцать и пять лет. Я не делал для заработка ни строчки. Халтура смерти. Но для книги требовалась прописка, а для прописки авторитетная работа. В детстве доктора говорили, что у повышенный рвотный рефлекс. Над первым материалом с заметкой о знатной учительнице я потел и скрежетал неделю. Я добивался глубин мысли, блеска стиля и изысканной лаконичности при сохранении честности. Я был и шаг. В результате источал маленький газетный шедевр. Главный редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не давясь отсутствующим криптом Вольдемар Томбу тактично подчеркнул несколько строк. Вот вы пишете, ибо во многой мудрости много печали. Разве на самом деле это так? Вы правда так думаете? Э, замялся я. Ну, ведь это, в общем, фраза известная, расхожая, так сказать, из классики. Томбу помолчал. Спросить откуда не позволяло его положение. Про экклезиасты я по понятным причинам акцентировать не стал. склонность к цитированию священного писания не могла быть поощрена органам ЦК комсомола, хотя бы Эстонии. Ну, мягко улыбнулся Томбу, мы ведь с вами понимаем, что, в общем, это же не так. Давайте лучше напишем, ибо во многое мудрости много пищи для размышлений. Согласны? Вот, добрым голосом заключила. Драли с тех пор меня многочисленные редакторы, как с сидровой козы семь шкур. Ну, и по ныне пикантнейшим из воспоминаний остается первое сотрудничество с эстонской прессой, как редактор молодежки отредактировал царя Соломона. «Оптимизм наш долг», сказал государственный канцлер. Через месяц, поставив руку, я строчил, как швея мотористка. В работе газетный и серьезный плуг ставится на разную глубину. Наука это нехитрая, как оперному певцу научиться снимать голос диафрагмы, чтобы тихонько подвывать шлягер в микрофон. По мере практики голос без микрофона начинает срываться с опорой, качаться и оперному певцу хана. Писание на Бога и на газету при формальном родстве профессии принципиально разное. Смешивание дает питательную среду для графомании и алкоголизма. Однако в штат меня оставить не торопились. Говорили комплименты, сходу печатали все материалы и исправно выдавали гонорар. А вот насчет штата Томба уклончиво успокаивал, просил обождать недельку. Шли месяцы. Много лет спустя я узнал, что добрый и честный Томбу раз в неделю ходил в ЦК и устраивал тихий эстонский скандал. Человек специально приехал из Ленинграда, разъяснял он. журналист высокой квалификации. Была предварительная договоренность, я сам его пригласил на место, обещал, место пустует, брать некого. Что значит некого? Почему же вы не готовите кадры? У нас ни журфак и ни курсы повышения квалификации. У нас республиканская газета. Вас волнует уровень вашей газеты? Нас волнует истинное лицо сотрудников нашей газеты. Просто так из Ленинграда не уезжают, знаете, чего он уехал? Полмиллиона русских приехали сюда из России, кротко отвечал Томб. Вы хотите поднять вопрос, почему они уехали из России? Он не русский, сдержанно, напоминали в ЦК. У нас в русских газетах и так работает половина евреев. Так что мне теперь в газовую камеру его отправить? Не выдерживал Томб. Не надо шутить. А если он возьмет и уедет в Израиль, то почему он поехал в Эстонию, перепутал билетную кассу? Вы можете ручаться, что он не уедет. Да, говорил Томб. Я ручаюсь. Толку с вашего ручательства. А историю с Давлатом вы помните? Приводили решающий аргумент ЦК. Тоже ручались. Прекрасный журналист, все в порядке, нам надо вам напомнить, чем это кончилось. Нам второй раз такой истории не надо. Причем здесь Давлатов не соглашался Томбу. Как причем? Тоже писатель, талантливый, из Ленинграда, а потом скандал, КГБ, рукписи и эмигрировал в Америку. Он его вообще не знал, отмежевал меня Томбу от бывшего замаскированного врага. Одного полиягоды реагировали в ЦК. Точно тот же вариант. А не знать его он не мог. Вы посмотрите, ведь все совпадает, как у близнецов. А он продолжает наставить, что не знает, значит скрывает. Значит ей что скрывать. Вы понимаете? Эта майская песня кончилась в сентябре. Меня взяли временно на место кводится ушедшей в декрет машинистки. Она уже родила и теперь по утрам тошнила меня. Бессмысленность работы убивала, как вторая древнейшая. По сравнению с советским газетчиком проститутка вольна как Ариэль и богат как министр госком имущества. Я понял, что такое фашизм. Это когда добровольно и за маленькую зарплату пишешь обратно и тому, что хочешь. В пыточные камеры мне был определен отдел пропаганды. Над столом я прилепил репродукцию картины Репина арест пропагандиста. Глядя на живопись я поступал в жандармы, крутил руки за спину зав. отделом пропаганды Марику Левину и тыча ножнами шашки под ребра гнал его в сибирскую каторгу. Я стал нервным. А вот Серега да Владфон запевал иногда. Что ты, поведали коллеги. Потом однажды обхмелялся, садился с утра и такое выдавал пачками. Для газеты одно, для себя другое. Мое для себя другое тем временем тащило сквозь издательские шестерни. Мельницы Господа Бога мелить медленно, успокаивал меня редактор. История повторялась как кинодубль с другим составом статистов. Закулисная механика от меня скрывалась. Умный главный редактор издательства ознакомился с рук писью сам и пошел в ЦК. Пуганая ворона хочет выжечь кусты из огнемета или старается договориться с ними лично. А почему он уехал из Ленинграда? Спросили его. А почему не спросить об этом четверть миллиона русских, которые приехали в Таллин из России? Спросил Аксель там. Это хорошая книга. Я бы пришел из-за плохой книги. Так почему ее не издали в Ленинграде? Я не заведую Леной с датом. Я работаю в Эстерамот. Кто-то мной недоволен. У него были там неприятности, имеете в виду? Перестаньте. Вы понимаете, что мы имеем в виду? Ничего не было. Откуда вы знаете? Вы проверяли? Нет. Если бы что-то было, я бы знал. Это надо проверить. Проверяйте. А почему он приехал именно к нам? Он эстонец? Нет, он не эстонец. А кто? Еврей. Так почему он не поехал издаваться куда-нибудь в свою Россию, в Сибирь, в Томск, в Омск? Он еврей. Кто его там будет издавать? Так почему он не поехал издаваться в свой Израиль? А если он уедет в Израиль? А зачем ему ехать в Эстонию, если бы он хотел уехать в Израиль? Как знать? Точно так же вы тут несколько лет назад выступали на счет Довлатова. Кого защищали? Алкоголик, диссидент, антисоветчик, арест, посадили, теперь в Америке. Хватит с нас одного. Он не имеет никакого отношения к Довлатову. Что значит не имеет? Машинистка вернулась из декрета. С облегчением и ненавистью я навсегда распрощался с газетной работой. И тут издательство вернуло мне рукопись. Сопроводив похеивающие рецензии, я впал в непривычную растерянность. Совсем не то обещал мне Ярл, когда приглашал викинг. Я лишился ленинградской прописки. Поменял комнату в суперцентре Желябова угол Невского на Хибару Таллинской окраины. Дама ваша убита? Ласково сказал Чикалинский. Корне Таболенский дайте один патрон. Мне было решительно обещано место в республиканской газете. Редактор уверял, что книга прекрасна и проблем с выходом не будет. В итоге я получил полную возможность поведать за злым зельем свои печали эстонской кильки пряного посола, закусывая ею из разбитого корыта. Проклятый мифический Довлатов заварил мне ход. Он выработал Таллин и свалил. Я шел по его следам, и вся малина на тропе была обгажена. На тропе был настрожен капкан, и я вделался, я бы его повесил. Ну, разве не стоит ему за это когда-нибудь въехать? Жаловался я в ответ на очередные легенды о Довлатове. Теперь я помнил хорошо, кого читал и рецензировал в неве. Ах, не фраер, боженька, всю правду увидит, да нескоро скажет. Ко мне вернулся мой камушек из прощи, да болдыган в лоб. Много, много лет спустя посетила меня эта суеверная мысль. А вот не шейте вы левреи, евреи. В нем было два метра росту снисходительно, говорили мне наши общие приятели. Если б во мне было два метра, я вообще всех убивал, злобно царил я. В боксе есть присказка, длинного бить приятнее, он дольше падает. Моя биография вдруг стала укладываться в его колею, как складная головоломка, которую мне было не решить. Куда податься? Для тебя Веллер Монголия за границей, сказали как-то на филфаке, не понимая, за каким хреном и благом я-то влез в комсомольскую работу. Велика Россия, отступать нам приходится на запад, некуда мне было ехать, приехал. Во-первых, подача заявления на выезд уже автоматически означала, что отец мой вышибается без пенсии и из армии, а брат сволчьим билетом из института. Во-вторых, эмиграция была уж как раз только прикрыта. Все, олимпиада прошла, выезд кончился. А главное, я не мог уехать побежденным. Вот не мог, и хоть и тресни. Они меня достали, обложили со всех сторон, прижали к стенке. И я должен был сделать свое. Не можешь, делай через немогух, или сдохни. Смысл жизни был прост, как гвоздь в мозгу. Я должен был издать эту книгу здесь, в Союзе, а потом можно варить куда угодно, к чертовой матери. Потом точно свалю, женюсь, сбегу. Но не потому, что они меня победили и заставили, а потому, что я сам так решил, иначе я дерьмо, и так мне и надо. Я не буду неудачником. Воспитание в далеких гарнизонах и мордобой в хулиганской юности способствует целеустойчивости. Оставалось одно сидеть на месте и тихо, и сапо, и рыть траншею вперед и вверх. А там, хоть это не наши горы, но тихо-тихо ползи, улитка по склону фудзи вверх до самой вершины. Хай-кобанзай! Но раздражение мое нетрудно себе представить. Мало мне своих бед, только щтень довлатовских подвигов простерлась на меня. Летом я отправился в Таймыр и завербовался на промысловую охоту. Работа жестокая и грязная, усталости недосып, гнус жрет, и все переживания мельчали и утрясались. А нет причин для тоски на свете, слушай, детка, не годи. Вот когда в пустыне меня, ловца, салагу, юрза, ударило, ой, это было переживание, ни водки, ни сыворотки и дневной переход до лагеря. Укус был под локоть, а его на косе выкуси сам себе не отсосешь. Выдавливай надрез дочиркой в него спички. Я просыпался до срока от наработанной зимней бессонницы, крутил приемник у костерка, вылавливая музыку далеких цивилизаций. Ребята постанули во сне, дергая изрезанными руками, и я в привычной, за которой уж лет и раз ощущал себя на самом краю земли. Из этого далека все эти несмертельные мои проблемы оказались простыней и ясными. Есть шанс. Пиши, паши и не дергайся. Заработка должно было хватить на прокорм до следующего лета. Вернувшись, я переложил печку в камин, колол дрова, гулял по взморью, писал рассказы, готовил сборник. Сдав его в издательство, спокойно ждал, что его выпнут, а я составлю следующий и принесу его. И в конце концов протаранится. В жизни нужна тактика бега на длинную дистанцию. Не рви со старта, не суетись, и удача благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет. Пытка неизвестностью придумана давно и действует исправно. Тихо, тихо тянула из меня все жилы издательская машина. Я мог лишь ждать и не сорваться. Никто, ничто и звать никак. Пассивный залог в русском языке называется страдательным. На выход книги я поставил все. Больше у меня в жизни ничего не было. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей, отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, экономил чай и окурки, ничем, кроме писания, не занимался. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Год шел за годом. Ночами я детально обдумывал поджог дома рецензента, убийства редактора, самосожжение в издательстве. Я бы спился, но пить было не на что, а зарабатывать деньги на пропой, тратя необходимое написание, время и силы, было идиотством. Позднее вскрылись и донос в КГБ на что живет тайные деньги с запада с последующей годичной проверкой и письмо в Госком издат СССР, вредная, чуждая рукопись и внутренние счеты и интриги. Штатные доброжелатели из литературно-осведомительских структур в деле пронеслись четыре года. Это ново, так же ново, как фамилия Попова, как холера и проказа, как чума и плач детей. И когда вышло «хочу быть дворником», клиент был готов. Я лежал. Разделить радость не было не с кем, да и не было никакой радости. Он один был в своем углу, где секунданта даже не поставили для него стула. Вставал я для того, чтобы поесть, выпить и дойти до туалета. Бриться, мыться, чистить зубы энергии уже не было. Когда окончались еда и водка, раз в несколько дней брал пару червонцев из гонорарной пачки и плелся через дорогу в магазин, дрожа от слабости, оплывший и заросший. Я мечтал, что вдруг приехал кто-нибудь бодрый и сильный, поднял меня за уши, выполоскал в горячей ванне с мылом, выбрил, переодел в чистый и отнес лежать на берег теплого моря. Там через месяц я поклемался, но уши мои так и остались с невостребованными. Кончилась зима, прошла весна и в нежном трепете июньской листвы. Я ощутил прилив активной злобы к жизни и презрения к себе, чувствовать были воздна голодом. Голод объяснялся невозможностью выйти за жратвой, на мне не сходились штаны. Это были единственные мои штаны. Я попал в западню, как Винни-Пух на рек кролика. Я належал килограммов двадцать. Зеркало пугнуло распухшим бомжем. Портрет на фоне Пушкина и птичка вылетает. Фоном служила ободранная ханыжная хавера, набитая окурками, стеклотарой, грязным тепьем. Ситуация достигла исчерпывающего предела. Винни-Пух торчал в норе, пока не похудел до диаметра выхода. Мне повезло больше. Меня посетила знакомая. Знакомая это неполная характеристика. Не точная. Это был танк, который гуляет сам по себе. По приезде в Таллин я был взят ею на абордаж с той жесткой стремительностью, которую требовал от своей команды капитан Джон Морган. Чудо, праздник, тайфун. Она распечатала окно, за час привела в чистоту и порядок мою скверную обители мерзкую плоть, плюхнула коньяков сияющие стаканы, перелистнула еще пахнущую краской книжку из штабеля у стены. Объявила меня свершившимся гением, расширив влюбленные глаза, и в качестве высшего признания произнесла голосом, в котором пело эхо горних высот. «Знаешь, я вдруг подумала, что тебе сейчас столько же лет, сколько было Сереже Довлатову, когда он приехал сюда?» Воздоровление произошло сразу. Взрыватель щелкнул, я взвился, как пружинная змея из банки. «Почему Довлатов?» вопил я, швыряя стаканы в унисон внутреннему голосу, который норовил заглушить меня грохочущим водопадом Матюгов. «При чем здесь Довлатов? Что знал ваш Довлатов?» Он родился на семь лет раньше, мог пройти еще в шестидесятые, было можно и легко. Что он делал? Груши и баклуши бил, а мне того просвета не было. Он Довлатов, а я веллер. Он не проходил пятым пунктом, как еврей. Ему не был уж закрыт этим ход в ленинградские газеты, и никто ему в редакции их не говорил. «Знаете, в этом номере у нас же есть Айсберг, Вайсберг и Эйнштейн, так что, сами понимаете, не можем, подождем более удобного случая». Ему не давали добрых советов отказаться от фамилии под приличным псевдонимом. Мать у него из театральных кругов, тетка старая редактор софтписа, литературные связи и знакомства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он лид-секретарствовал, друзья сидят в журналах, а у меня всех связи узлы на шторках. И всюду я заходил, чужаком с парадного входа, откуда и выходил, и нигде слова замолвить было некому. Он пил, как лошадь, и нарывался на истории. Я тихо сидел дома и занимался своим. Он портил перо херней в газетах, а я писал только свое. Он всю жизнь заботился о зарплате и получал ее. Я жил на летние заработки на пятьдесят копеек в день. Он хотел быть писателем, а я хотел питать лучшую короткую прозу на русском языке. Что и делал. Торжествующе завопил внутренний голос. И он приехал сюда на чистое место, сохранив питерскую прописку и жилье, взятые в штат республиканской газеты. Сразу приняли две книги в издательстве, а я отчалил с концами, влип в его след, годами доказывал, что я не верблюд, и он провалил все, а я в конце концов издал эту книгу, которая, в принципе, теперь уж можно не бояться сглазить. Выйти не могла, читай, свободу не подарит, а вот те шиш не могла и вышла. Павлина ранили стрелой. Дополнительным оскорблением воспринимался тот тонкий штрих, что до Влада его она досталась на пять лет моложе, и здесь я был как бы опережен и унижен. Жизнь, борьба, а не магазин оцененных товаров мне подсунули биографию Б.У. То есть наши заочные отношения с Давлатовым превратились уже в некий поединок судеб и заслуг, и к моему совершенному бешенству публикой сталинской русской творческой интеллигенции такой русской куч в рабины отдавай. Скульская, Аграновская, Штейн, Тух, Рогинский, Малкель, Ольман, еще пара-тройка столь же отпетых славян. Правы и правы были в ЦК. Ишь, свелось тут сенецкое гнездо из недодавленных в Киевах и Ташкентах. Публика отдавала предпочтение в этом поединке ему. А вот он был им ближе, родственней, понятней, а вот он более импонировал, стал быть, их представлением о настоящем писателе и литературе. Он пил, загуливал, язвил окружающим и был свой. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Я не пил, был вежлив, замкнут, а окружающих мало, замечал и никому не давал читать своих рукописей. Их мнение меня не интересовало без надобности. Меня интересовало мнение истории и то лишь в той мере, какой она совпадет с моим собственным. По мере лет, как принято, добрее и глупее, я поддался успокоениям внутреннего голоса, что победил все-таки я, просто читать от нас, возможно, разный. И еще одно. Он был в выривале запрета, в венце, побежденного роком и режимом, в ним беганимого, за победителя, боги, побежденный, любезен Катону. Я бы этому Катону прищемил, дверью. И еще одно. Его тут не было, была легенда о нем. А кто ж живой может соревноваться с легендой? Еще одно. Ах, ты много о себе мнеешь. Так не мне много. Вот Довлатов, он-то, понимаешь. Сергуня, Довлатов, он-то, понимаешь, никаким диссидентом, никаким антисоветчиком не был, объяснял наш, опять же, общий приятель Осима Алкель, еще не съехавший на социал в Германию, еще макетчик и замответ секра, молодежки, еще терроризировавший коллег, любовной готовностью при малейшем несогласии провести хук правой в печень и прямой левой в челюсть. Осия знал все и затыкал всех, этих всех, этому всему уча. Он не принадлежал к породе слушателей, зачисляя в нее всех видимых в зоне досягаемости по причине несогласия с чем на дружеской пьянке довлатовская гражданская жена по Таллину и мать довлатовской дочери Тамара Зибунова на правах хозяйки именинницы после тысячи первого предпреждения треснул таки Осию бутылкой по голове, ибо во всех прочих способах прикрутить фонтан его красноречия уже отчаялись. Я был не в курсе. Осия пришел ко мне поболтать за чаем, небрежно пояснив повязку уронением в афганской поездке. Он был романтик. Вот у тебя мишка выходит книжки. Тебя приняли в союз писателей. Где-то там печатают, переводят. То есть ты добился статуса нормального советского писателя. Какой у нас статус? Змеиное молоко. Мы сами-то ели живы. И где мне этим статусом статусировать? Не скажи. Это вся таки. официальная печать, издаваться легче, то-сё. Вот Сергуни хотел того же самого. Просто писать, печататься, жить на литературные заработки, быть писателем. Ну, а тебе, понимаешь, повезло, а ему вот нет. Мне повезло, взрыднул я. Это кто ж такое оно, которое меня везло? Какая разница? И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы, издает газету новый американец, известный американский, русский писатель. Но там это, в общем, пишет, никому он там не нужен. Жалко его. Я сидел не в Штатах, а в Эстонии, и тоже был никому нахрен не нужен, как, впрочем, и сейчас. Зеленоватый желтый, и непривычно миролюбивый тихий Иоси осторожно потрогал повязку. Бывают моменты, когда достает слеза, что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко. И мои родственные отношения с Довлатовым приобрели вдруг сочувственный характер. Никому мы не нужны по обе страны океана, и нет для нас другого глобуса. Хотя штаты были как раз другой планеты, туда брали билет в один конец, прощались навсегда и улетали, чтобы уже никогда не возвратиться на родную землю, как космонавты на Андромеду. Это антиподство сыграло с нашими эмигрантами известную шутку. Кухонный вольнодумец призвание экстерриториальное. Штаты были анти-СССР. Все, что здесь глупо и плохо, там было разумно и хорошо. У янтов допекло до невроза. Здесь было плохо все, следовательно, там все было более-менее хорошо. Приписывая большевикам эксклюзивное право на все гадства мира, диссиденты тем самым возвеличивали их до бесконечной степени негативной гениальности. Обнаружив имманентность глупости и порока на другой планете, диссиденты впадали в свое естественное состояние, депрессию на кухне. Поистине стоило влезать в торговлю камнями, ходить с Вальтером ПП под мышкой, трясти с контрабандами и изумрудами через таможни, лететь в штаты, чтобы в Денвере у газетного киоска напороться на одноклассника Юру Дымова, рассматривающую мою рожу над рассказом в журнале Алиф, приходить в себя за бутылкой от сюрреализма ситуации и ночью на его кухне выслушивать эти открытия. Вольному воля, заключил Юра, разведя руками и креня с табуретки, как перегруженный альбатролос. Воля моя пресловутая и мое открытие Америки настали гораздо раньше, когда я в эйфории наглой безнаказанности заказал с редакционного телефона Нью-Йорк и через пятнадцать минут меня спокойно соединили с другой планетой. Намертво невыездной еврей беспартийный разведенный образование высшее безработное всю жизнь. Я испытал нереальное неземное чувство, забытое бывш сов людьми чувство первого шага за границей. О, хрен ли ваши цветущие яблони на Марсе? Кэптен Блат очень любил как это яблонь в цвету. Это очень романтично. Ага. Слушаю, ответил мрачный и сиповатый русский голос без всяких признаков американской гнусавости и картофельного пюре во рту. Сергей Донатович осведомился я. Совершенно верно. Эстония беспокоит. Таллин? О, сказал Донатов, такой русский журнал Радуга. Хм, мы тут хотим напечатать ваши рассказы, в общем, просто обязаны. Как-никак Таллинова человек не вовсе чужой. Уж как же? Так если вы не против? Ответ был в том духе, что не против. Кто мог подумать? Чувствую, что у вас перестройка. Я назвался. Он ответил, что слышал и читал. Это было приятно. Хотя неясно, чего он мог слышать и откуда читать. Я подрос в своих глазах. Все-таки он жил в Америке. Откуда у вас мой телефон? Хотя у нас наверняка должны быть в Таллине общие знакомые. В Таллине все знакомые общие. На протяжении ста рублей восемьдесят седьмого года я рассказывал, как они список смотри злорадно глядем часы. Фирма заплатит. Наш главный с международного телефона не слезал. Бешеные тысячи без звука списывались издательством, как издержки международной поддержки народному фронту в борьбе за независимость. Да, но возникает вопрос, как я перешлю вам тексты, у вас есть мои книги? Сергей Донатович, просто Сергей, ну славьте Господи. Я с самим маршалом фрага разговаривал, не тебе чита, и тот в треть раз велел без званий, и на ты курсант. Я имел дело с интеллигентным человеком. Вопрос обращения по отчеству заслуживает отдельного соцсо-психолингвистического изучения. Русско-советское хамство начиналось с комсомольского свойского ты, и сквозь все слои структуры общества восходило к публичному тыканью генсека, членам политбюро. Но снизу вверх полагалось на вы и по отчеству. Это было самоутверждение холопов во князьях. У лакея свое представление величие. В офицерском корпусе разграничивалось просто на звездочку старше вы, на звездочку младше ты, в российском, даже купринском поединке за холустом армейском полку. Представьте тыканье штабс-капитана поручику. Среди интеллигенции в кавычках задействовалось различие в должности и возрасте. К редактору, скажем, книги или публикации автор даже постарше и помастить его обращался взаимно по отчеству. Автор моложе и не маститый отчество в ответ не получал, а уж в неформальном общении десять лет разницы казались старшему полным основанием обращаться к младшему по имени, слышав в ответ свое имя и отчество. Это вошло в естество, иное представлялось даже и странным, как бы искусственным, наигранным. Обращаться по отчеству к младшему, пусть даже немного младшему, пусть даже под пятьдесят, если только он не был значительной влиятельной фигурой, это способствовало самоуважению старших. И не могло зачастую не унижать младших. Поразительно, что в интеллигентах в кавычках шестидесятниках почти поголовно отсутствует самоощущение того, что неравенством обращения он унижает собеседника, тем самым унижая некоторым плебейством манер себя. хомосоветикус. Ваши рукописи есть у Тамары Зибуновой, есть такую, помните, добавил я, тут же ощутив глупость своего комментария, не то укор мужскому равнодушию, не то комплимент дон-жуанству старого рубаки. В трубке помолчали в веселой тональности. Как же, согласился он, ну тогда хорошо, мы можем отобрать по своему усмотрению, или у вас есть пожелания, пожалуйста, можете выбрать сами. Встает вопрос об оплате, с долларами здесь напряженка, кажется, я еще помню, но гонорар в рублях, в гроши, конечно, полтора ста за лист, это дело святое. А вы это можете заплатить Тамаре, без проблем, нужно какое-то письмо от меня, доверенность, ничего, так сделаем, никаких сложностей, прекрасно. Когда мы отберем, я вам позвоню, через недельку, буду очень рад, и вообще, звоните. А немало воспоминаний с Таллином связано, мы расшаркались снежными нотами в голосе. Здесь полагается расписать, что идея печатать Довлатова принадлежала всецело мне одному, восстановление справедливости, отдать долг прошлому, братское сочувствие, возвращение большого писателя, там подобное. У успеха много отцов. Нет, идея была не моя, ее родили редакционные дамы, а я так сбоку сидел. Гордо заведовал отделом русской литературы, состоящим из меня одного, в этом есть свои преимущества, когда хоть где-то русская литература состоит из тебя одного. Хотя, если знакомые большого ума благородные идоны, желая отреконовать меня лесным образом, представляли как лучшего русского писателя Эстонии, мне оставалось только раздраженно пояснять, что, конечно, в любой луже есть гад, между иными гадами иройский. Вообще, журнальчик «Радуга» мог издавать один человек по первым понедельникам месяца, перед обедом, под холодную закуску. Ну, редакционные дамы, как свойственно всем дамам, ставшим редакционными, пили кофе и строили интриги в убеждении, что коллектив работает напряженно, а штат явно не полон. Занять каждого своим делом, чтобы ему было некогда соваться в чужие, удалось только фига, ро, и то ненадолго. «Жизнь радуги» это отдельный роман. Впрочем, все есть роман при наличии у автора ассоциативного мышления. Условием чего служит вообще наличие у автора мышления? Достопамятные дискуссии о смерти романа ошарашивали безмозглостью. Ежели роман «Зеркало», с которым идешь по большой дороге, то ли дороги укоротились, то ли ножки у дискуссантов ослабли, то ли слабая ленинская и теория зеркального отражения трещину дала. То мог быть роман о ячейке народного фронта, который привел Эстонию к независимости, а своих зачинщиков творческую интеллигенцию к помойке. Что роман эпическая трилогия и жизнь каждого сотрудника тоже роман философский, ансклопедический, сентиментальный и местами матерный. Психологический триллер о том, как схарчили замглавного редактора. Сага художники, заболевшим аллергией на все виды красок, лечившемуся год, не вняв знаку Господню и упрямо продолжившим свою богопротивную деятельность. Или как собрали десяток идиотов, страдающих профессиональной непригодностью во всех областях знаний, и поэтому часто их меняющих, что должно было компенсироваться, недержанием речи и синдромом реформаторства на фоне вялой текучей шизофрении и объединили их в демократический дискуссионный клуб прогрессивной русской интеллигенции. Клуб дискутировал по четвергам, и головная боль у меня проходила к вечеру суббота. Но по легенде, которая всегда с решения действительности, да Влад уже написал подобный роман. О том, как он работал в ленинградском костре. По этой легенде роман назывался «Мой костер». Раз в неделю в ночь на субботу его поглавно читали по свободе, глава называлась «Корректор», «Завпоэзией», «Ответственный секретарь», произведение было лаконичным и сильным. Да Владов отличался наблюдательностью и юмористическим складом ума, поэтому каждый понедельник прославленного в свой черед сотрудника редакции вызывали на литейный и после непродолжительной беседы увольнялись с треском. В редакции бросило работать. Всю неделю с дрожью ждали очередной передачи, а в субботу, нервно куряя и закусывая водку валидолом, крутили приемники, чтобы узнать, кто из них приговорен к казни на этот понедельник. Русская рулетка. Ряды редели, смертельный удар был нанесен головой жратва, редакция помещалась недалече от Смольного и в качестве органа обкома комсомола обедала в Смольнинской столовой. Не в том зале, конечно, где боссы, и не в том, где инструкторы, и не в том, где машинистки, а вместе с шоферами и наружной охраной, но все равно кормушка святая святых. Экологически чистые деликатесы по дешевке закрыто для простого народа. Довлатов описал столовую. В следующий понедельник редакцию навсегда открепили от столовой Смольного. Ненависть к Довлатову, запивающему сейчас Биг Маки Кока-Колой, достигла смертельной степени и приобрела священный классовый характер. Можно простить увольнение отца, но не потерю спец распределителя. Однако по прошествии лет, утечении воды, перемене масок, декораций, явствует из Довлатовской деятельности в костре совсем другая история. Закулисная, непреложно реальная и неизбежно умолченная. Достаточно перечесть главу костер из книги ремесло. Пригласил его Воскобойников. Позднее выяснилось, что мягко характерный Воскобойников работал на ГБ. Довлатов прав, догадка. Журнал, обком и комсомол никаким каком не могли взять человека с нечистой анкетой. Без партийного, без круто-волосатой лапы, обратившего на себя внимание конторы в связи с политическим процессом, автора, сочтенных неблагонадежными рукописей, уволенного по указанию ГБ из газеты книгу приказали рассыпать сам под клопаком. Лишь тот, кто ничего не знает о структуре и системе информации и надзора за печатью и функциях отдела кадров может думать иначе. Для прочих соф-граждан это однозначно как штемпель в паспорте. Замазанного человека возьмут только с каким-то умыслом. Теоретически первое сотрудничество, на которое дается номинальное согласие. Зачем осторожнейшему, лояльнейшему высокобойнику такой подчиненный после скандала в Таллине? А вот предпатроном надо изображать деятельность, привлечение новых лиц, расширение сферы работы. Патрон требует от патрона только такая инициатива и могла исходить. Второе, что вероятнее, Довлатов мог быть полезен как источник информации и связи среди ленинградской диссидентствующей творческой интеллигенции. Нехай будет под присмотром, поближе к глазу большого брата. Об этом его извещать не надо. В любом случае объективно оказался совершенно неплохой и даже добрый поступок, с чем уже вполне с Довлатовым согласиться. С ним вообще трудно не соглашаться. Таков был характер его дровань. Он не написал в некотором смысле ничего спорного, все просто и понятно. А если ты с чем-то все-таки не соглашался, легко соглашался он. По жизни он был миролюбивый человек, я тоже. И когда я стал редактировать его рассказы, несогласие вызвали только два места. Тут паленая драная память срывается с веревки. Редактирование это поэма особая, а 33-х песнях 99-ти сценах. Моя любимая сцена в советском редактировании это когда классик советской литературы и знатный алкоголик миллионер нет, не Шолохов, но Федор Панферов тоже ничего был наряжен руководить всесоюзным совещанием редакторов. Открытие имело произойти в 10 утра в Большом зале Дома литераторов. В 10 редакторы празднично расселись. Они не были классиками, а многие из них не были алкоголиками, многие вообще съехались из провинции на халявное столичное удовольствие, чего же им в 10 не растеться. но Панферов повторяю, как хорошо было известно всем его знавшим, в 10 утра если и садился, так только с целью принять стопарь на похмел, жалобно выматериться и лечь обратно. Итак, ждут. Ждут. И в самом деле к 11 появляется Панферов, недопохмелившийся и недополежавший, злой, как цепная сука, транспортируют его под руки из-за кулис к акадскую машину на взводе и устанавливают на трибуне, кладут перед микрофоном текст приветственного слова. Панферов икает, отпивает воды, текстом вытирает руки, потом потный лоб, потом сморкается у него и убирает в карман, с бычьей ненавистью смотрит в зал и, наконец, тяжело произносит. Всех редакторов я бы перевешал как шелудивых собак, но, поскольку это не в моих силах, пока, особенно сейчас, ох, всесоюзные совещания редакторов объявляю открытым вашу мать. Когда первый автор после моего редактирования заплакал, я с этим делом завязал, исправлял лишь редкие явные грехи, согласие, над самим всю жизнь измывались, фекли теперь самому других мучить. Ссылки на учебник русского языка меня бесят. А откуда, интересно, взялись в академической грамматике все ее правила? Очень просто. Кто-то взял и вставил. На основе уже существовавших ранее текстов спасибо за усреднение и нивелировку. Зачем я должен доказывать скудаумным, что синтаксис есть, графическое обозначение интонации кое есть, акустическое обозначение семантических оттенков фразы. А нюанс то смысла и возможно на письме передать лишь индивидуальный, каждый раз своей собственной задачей и пунктуации. Ученого учить только портится. Я понимаю, что редактору сладка властная причастность к процессу творчества. Он яростно отстаивает в этом смысл и оправдание своей жизни. Так пусть не самоутверждается за счет моего текста. По законам понимаешь современной аэродинамики шмель летать не может, не должен падла летать, а он летает, сука насекомая неграмотная. Так не умеешь летать сам, не мешай шмелю, не учи отца делать детей. Я себе заказал типографские штампы, перешлепу его на все рукописи. при любом изменении текста запрещена, хотя лучше шлепать в лоб, что полгу. Поэтому Довлатова я редактировал мягко. Я позвонил, обсудил разницу в климатических и временных поясах, потребительскую ситуацию и политические прогнозы и перешел. Тут у вас написано 60-ти зарядной АКМ. М-м-м, выжидательно произнес Довлатов. У Калашникова в магазин на 30 патронов, 60 зарядных магазинов к автомату нет. Это в Афгане стали связывать изолентой два рожка валетом для скорости заряжания. Это не штатная модернизация. В армии запрещено. Возможно, дело просто в том, что наряд получает по два рожка с боевыми патронами всего 60 штук. Один рожок примкнут, второй в подсумке, но автомат все-таки тридцатизарядный. М-м-м, возможно, знаете, так давно все было, я мог уже и забыть. Пусть будет тридцатизарядный, хорошо. Я чувствовал свою бестактность. Все-таки в охранных войсках служил он, а не я. От неловкости был многословным, падла, редактор как бы оправдывался. Дальше спросил Довлатов без лишней приветливости. Второе и последнее. Поспешил заверить я и готовно добавил. Здесь я не буду настаивать. Понимаете, ненормативная лексика, речь такая спорная. Но мне кажется, что слово «гондон» правильно написать через «о», а не через «а». Как бы образование разговорного просто речи по аналогии литературному «кон-дом», которое через «о». Это, конечно, дело слуха, в препозиции стоит редуцированный, но, в принципе, формальное расподобление при сохранении внутренней семантики идет именно по этому пути. Я наворачивал все, что помнил из силологической терминологии. Я старался выглядеть сильно ученым и не сильно заразой. Возможно, вы правы. С веселым добродушием прогудел Довлатов, и я представил, как в Нью-Йорке ранним утром он задумывается над нюансировкой правописания русских ругательств. — Это все, — поздравил я его со своим либерализмом. — Больше у меня никаких вопросов нет, текст идет в полной неприкосновенности. — Прекрасно. Когда выйдет? — В первом номере за 88-й год. Несколько экземпляров я вам пришлю. — Да, спасибо, я хотел попросить. Интересно все-таки. Где-то достанешь. Ваш журнал как-то не доходит пока до нас. И рассказы благополучно вышли. Еще на телефонный стольник я поздравил его с первой. Легка беда начала публикации на бывшей родине. И отправил пяток экземпляров, приложив к ним исчезлавие, узаконенного профессиональной этикой, собственную книжку, снабдив ее надписью, составленной из всяких хороших слов насчет читателя, почитателя и младшего последователя по эстонскому маршруту. — Дарение авторами своих книг сродни гордости курицы за собственнозадно снесенное яйцо. — Не бог весь, какое достижение, то лично мое, — сказал полковник. — Обычно тебе дарят, а ты думаешь, на кой черт, все равно читать незачем. Сам никогда не купил. А не дарят легкое унижение. Обошли знаком почтения, вроде не по чину, на тебя, дурака, добро тратить. — Когда мне говорят за мою книжку спасибо, мне чудится фальшь ситуации. Тоже восьмитомник Шекспира с золотым обрезом. — Я зря похаял редакторов, один меня паучил. — Издательство у нас большое, — сказал он, — а квартира у меня маленькая. Я раз в год чищу библиотеку, выношу всякий даренный мусор на помойку. После этого я выкинул почти все дарственные книги, а последующие перестал носить в дом, выкидывая непосредственно проставание с дарителем. Особенно мне памятно выкидывание в Бильбао. Я подарил переводчику свою книжку, маленькую, легкую и хорошую, на понятном ему русском. А он мне двухтомник своих переводов, огромный, тяжелый, и из авторов, которых я и по-русски читать не стал, и на испанском. Час по сорокоградусному солнцепёку я таскал и проклинал эти два кирпича, их было некуда выкинуть. В Бильбао нет урн. Басские террористы любили подкладывать в них мины на злоумышленника, пытающегося где-то оставить какой-то предмет. Смотрят бдительно и враждебно. Я специально зашел в кафе, взял холодного вина, сосредоточенно листал, попивая, и еле смыв. Приснуя в ответ Давлатовым его книжку, не только Бродский, я в числе немногих раритетов выкидывать не стал. Он переслал её с оказией в пакете мелких благодарственных презентов редакции. Позднее выяснилось, это была не единственная форма реакции. Тогда я впервые увидел швейцарский офицерский нож, который тоже принёс пользу в открывании бутылок и нарезании колбасы. Характер у меня лёгкий, да-то рука тяжёлая, в смысле наоборот, как-то по-русски. Сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный. Потому что Давлатова стали потом печатать в Союзе все наперебой. Конечно, после этого не означает, вследствие этого с Юстиняновым правом мы тоже знакомились не по Гегелю, но кто-то должен был прокукарекать первым. Рассветала с запада, вот шкретинская метафора. После чего заквахтали наперебой иностранка и звезда, октябрь и литературка. Его классифицировали как блестящего писателя, одного из лучших писателей, лучшим писателем русского зарубежья, в конце концов, назвали. Одновременно лучшими были объявлены Горенштейн, Войнович, Максимов, Селела, Тополь с Незнамским и Незнамский без Тополя, Аксёнов, Лимонов, Владимов и примкнувший к ним Зиновьев. Память слабеет, но кучка была могуча. В стране открывали её героев, и каждый был самый. Привычка грамотного человека к чтению часто есть форма мазохизма. Критика меня влечёт. Одна из целей критики — заставить читателя усомниться в своих умственных способностях. Я усомнился и стал читать до Влатова, и пришёл к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами. «Мне есть очень мало дела до всего вашего семейства», — сказал Комбенш. «У всяк своя компания, чего читать, тут свои друзья сточертели». Я уже читал в детстве такую книжку, она назвалась «Где я был и что я видел?» «Где ты был?» «Ничего ты не увидел, хрен с тобой, дали боги дожить». «И стал испартанцем, не до чужих бед своих хватит». «В числе многого, чего я лишён, мне не дано постичь прелести смысл салонной жизни». Убожество внутри литературной тематики во вторичности предлагаемого к потреблению продукта. Если литература производная от жизни, то разговоры о ней производны от литературы. Пресловутое литературное общение есть поза подмены деятельности суетой. Казаться вместо быть — форма паразитирования при искусстве, род субкультуры для причастных к клану. Хотя тоже способустройство своих дел, маркетинг и реклама тоже нужны, но надо бы и разграничивать. «Представьте дон Жуана, проводящим ночи в попойках с друзьями за философскими обсуждениями женских подробностей и особенностей и подчёркиванием роли своей личности в мировой сексуальной революции, а по бабам, ходящего в редкие просветы свободного времени и протрезвления, вот и у пчёлок с бабочками то же самое. Хочешь писать? Сиди, пиши. Хочешь печататься? Расшибайся в лепёшку, печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем, то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, жить на гонорары, захаживать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества, прокуренные ночи, рассуждать с коллегами о проблемах литературы, небрежно доставать из кармана писательский билет, провались он пропадом со своей обгорелой тетрадкой и сушёной розой. Ущемлённое самолюбие — знак причастности к литературному процессу, пар в свисток, сублимация. Почему же, почему так обрезали ему? Примерно такой оценкой творчества Довлатова, понижая голос с опасливым недоумением в светских выражениях, я поделился с его старинным другом Лурье. Лурье — большой скептик, особенно по части литературных репутаций, он пессимист. Когда штат Нивы сократят до одного человека, а помещение до одного чулана, там будет сидеть Лурье, иронично блестеть лысиной и очками, с язвительным обаянием врать по телефону и издеваться над завалившими стол и стены рукописьми и жаловаться на жизнь. — Господи, да, конечно, все это полное! — радостно сказал Лурье. — Ну, сделали имя, играют в эти игры, сами понимаете, в это нисколько, конечно, не верят, а если кто и верит, так это уж просто полное. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакая-то не литература разная, понимаете, о своей жизни. Так кто из нас не может бесконечно писать таких историй? Опять же, есть кому островиться в Нью-Йорке, выступить по свободе, получить за это какие-то доллары, так надо же быть свиньей, чтобы не отблагодарить человека за одно и оправдание командировки. Но жизнь менялась стремительно, и литература менялась вместе с ней. Представления о литературе профессиональных критиков, как полагается, менялись последними или не менялись вообще? И когда умный и образованный Вик Ерофеев публично констатировал конец советской литературы, это было подхвачено, но не понято. С литературы спали функции философии, социологии, журналистики, глашатайства и чего угодно, как с самолета сбрасывают с подвесные баки, и в измененной аэродинамике он теряет стабилизацию полета. Оказывается, подвесной бак составлял его большую и главную часть. Произошла литературная паника. Гвардейская королевская рота обнаружила себя голой. Она запела со святыми упокой литературе. На что хотелось утешивать, умерла, закопаю. Книг стало больше, а читать нечего. Фоу-хум-хау. В круговороте крушения империи русская литература тоже вступила в рыночную схватку между формой и содержанием, и этот базарный мордобой содержание выглобе заговорочно. Это победа материала над отношением к нему автора, руки над перчаткой, победа безусловных фактов над условностью их изложений. А ведь вся художественность формы именно и есть авторское отношение. Хитромудрая композиция, пейзажные красоты и аллегории, извивы духовных бездн, стилистическая изысканность и философические размышления понадобились читателю во вторую очередь, а большинству и вовсе не понадобились, ибо даже соловей по справедливому замечанию классика поет от того, что жрать хочет. Ему возразили, что соловей хочет размножаться, на что был бездушный ответ, что не пожрешь, не размножишься. Когда читателю нечего жрать, он бросает размножаться, что мы и наблюдаем. Это безусловные факты. Рафине не в кайф сечь, что сочинитьство, билетристика, фикшн, еще не исчерпывает литературы и даже не является главным основополагающим и исконным в ней. Основа прозы – факт. Основа поэзии – чувства. Великие события и великие чувства лежат в основе литературы. Ильяда – это отчет художника об экспедиционной компании героев. Улисс – это отчет художника об одном дне жизни микроба. Джойс – объемнее эстетически богаче Гомера. Всем изощренным арсеналом наработанных средств литература въелась в маленького человека. Он тоже глубок, интересен, велик, герой. Да, но тоже. Двести лет назад обращение к маленькому человеку и обыденному событию было открытием, поворотом, актом справедливости. Подзорную трубу повернули другим концом. Какое богатство мелкой флоры и фауны! Вот на каком уровне, оказывается, заложено бытие. И Акакий Акакевич заслонил вещьего Олега, а чаепитие заглушило грохот сражений. Наступил новый этап. На этом этапе литературе рекомендовали обыденность, персонажи и события, чувства языка. А в чем искусство? А в сознании – тонкой системы многозначных условностей, в том вкусе и красоте изложения, которые базируются на овладении традицией. Началось внутри себя самой переваривание. В замкнутом ограничениями пространстве предметом литературы стало развитие литературных средств, что естественно привело к внутри себя самой потреблению. Ах, как это написано! Новое слово! А в чем слово-то, граждане? Белого дракона все одно не переплюнешь. Верните мяч в игру! Вздохнул старый эвантюрист. Вы можете, кон гениально и сверхискусно, изображать теннис без мяча сколько угодно, но на кубке Дэвиса вас не поймут. Это ваши личные игры в бисер. Героев, страсти, простоту и сенсационный материал оставили масс-культуре. Ваш телескоп примитивен, у нас свой микроскоп. То есть, как существует наука чистая и прикладная, образовались литература чистая и литература прикладная, одна для профессионалов, другая для всех потребителей. А про чего всегда влекло человека узнавать? Великие герои и отъявленные злодеи, грандиозные казастрофы и необычайные приключения, любовь и преступления, тайны государства и тайны мироздания, это стало достоянием массовой литературы. Но коммерческий успех книги, об этом еще не свидетельство ее художественной неполноценности, вину ей ставят А. Она привлекает своим материалом, а не художественностью. Б. Она вообще не художественна, то есть арсенал средств изложения неоригинален и беден. Ты не из нашей корзинки дешевка. Говоря об истории литературы, наука признает шванг, фацетию, анекдот, хронику, сагу. Говоря о современной литературе, наука обязательным ее условием ставит выдуманность и соблюдение условных критериев искусства. Не поступимся принципами. Тем хуже для науки. Если можно от кого исчезть критику, об этой критике кратко и исчерпывающе сказал Денис Горелов, жму ему руку через разделяющую нас госграницу. Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно. В противном случае критика превращается в наглую, самодавляющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса. Если вам нравится сентенция, получите автора. Доктор Йозеф Геббельс. «Где Трифонов? Где Рыбаков? Где Гроссман? Где Айтматов? Какие люди были, блин! Какое время было! Что ты? Дети! Крепите! И с вашим дядей Авелем произошло несчастье!» А бестселлерами с лотков идут справочники по оружию, флоту, авиации, танкам. Что делать в постели и как нажить деньги? Биографии великих, история по Гумилеву, Война по Суворову и золото партии по Буничу. Ближе к жизни, ребята. По этой причине новый мир печатал Одлян и Желтых Королей. Чего там в жизни делается? Да скажите ж вы просто и внятно, а без вашего эстетического отношения к словесности мы обойдемся? Гений успеха Родзинский. Книга об убиении царской семьи. Муза успеха Васильева. Книга о кремлевских женах. Солженицын написал великую книгу. Архипелаг Булак. Все прочее им написано и не стоит выеденного яйца, и стало никому не нужно и неинтересно раньше, чем кончило печататься. Шаламов был лучшим писателем, чем автор Одного дня Иван Денисович. Из того, что архипелаг не соответствует канону художественной литературы, явствует условность и ограниченность канона. Читателю, искусству и истории плевать на каноны. Они меняются. И сейчас канон меняется на наших глазах. Обычное дело. Часть масс-литературы канонизируется в элит-литературу. Нормально? Подпитка. Высоцкий, Жванецкий, Живая жизнь. Тоже было низкий жанр. Да что? Пикуль остался. И Штирлиц остался. И уже второе поколение читает и цитирует фантастов. Низкий жанр. Стругацких. И хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леоне. А театры плачут по зрителю и ставят Филумену Мартурану. Кто такая Филумен? Кому она, что Мартурану? Поставьте пьесу. Трагедию поставьте. Про героя Советского Союза Водского в разносимом танковыми пушками парламенте России. Про превращение затурканного интеллигента в глав вора страны. Про карьеру искусствоведа на панели. Нет, на изюм получите педерастическую версию классики. Шарман, шарман, не хочете? Тогда Пинштейн из Мексики, или как его там будет кормить народ мыльной оперой, просто богатая рабыня, или как ее там, он бездарен и умен, а вы талантливый и глупый, а у народа потребности. Когда мужик не блюхера и не милорда глупого, а весь союз писателей по кочкам понесет. Фантастика, не литература. Дамский роман, не литература. Уж так керей забыт. А Шерлок Холмс, им все детектив, а не литература. Им бы умным что-нибудь такое около экола, как в ересь внеслыханную простоту, которая грешнее воровства. И вот с незамысловатым юмором автобиография, конечно, читается и интереснее все-таки Нарбиковой или Харитонова с их анонистическими потугами на мудрую эдакость. Ни об чем обо всем на свете. Ну что ты, говорит, Левушка, конечно, да Влатов лучше. Тут у нее трах дубиной по лбу. И с тех пор во всем полагался на ее литературное мнение. И я положился на литературное мнение Довлатова, с которым меня эстетически, так сказать, примирил Вик Ерофеев. В глазах коллег у Вика Ерофеева должны быть два гадских порока. Он много знает и много понимает. А кто ж, батюшка мой, любит того, кто его умней? А поскольку знаменитость под пером собеседника предстает умной в меру разумения этого самого собеседника, то в огоньке, в беседе с Виком Ерофеевым, в рубрике «Поверх барьеров» Довлатов предстал умным, а также честным и невеселым. «Я свое место знаю», сказал усталый и битый Довлатов. «Я эмигрантский русский писатель в Америке. Не из первых, но и не из последних. Где-то в середине. Есть высший класс в литературе от сочинительства, создания новых собственных миров и героев. Есть еще класс, как бы попроще, пониже сортом. А писательство, рассказывание того, что было в жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был. Я бы назвал себя рассказывателем. Это было сказано с достоинством и скромно. Слава уже пришла. Я ожидал услышать про честь иной ответ. И впервые ощутил к нему нотку печальной любви. Я был тогда стопроцентно согласен с такой самооценкой, а сейчас согласен чуть больше, в сторону увеличения. Мне это понравилось до чрезвычайности. Я хранил эту любовь года два. Особенно она увеличилась, когда Довлатов уже ушел. Пока однажды зимой не позвонил из Ленинграда приятель с радостной новостью. Здорово, как живешь? Ага, сегодня тоже подстригал моей розой. Тут, значит, выходит у нас такая многотиражка. Петербургский литератор слыхал. Так что, вот тут у меня последний номер. Не видал? Откуда? Весь посвящен Довлатову. Разные там его письма, воспоминания о нем, про чемуть. Ну, про тебя тут тоже есть. Забавно. Польщен. В связи с чем, собственно. Хочешь послушать? Сейчас. Вот. Что делается с сов-литературой? У нас тут прогремел некий Эмвеллер из Сталина, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать. И на первых трех страницах обнаружил. Он пах духами, вместо пахнул, продляет, вместо продлевает. Трубка коя в лавке стоит тридцать рублей и так далее, вместо коя, а еще лучше которая, снизошел своего олимпа, вместо снизошел до. О, что это значит, когда ты смотришь, ваш Эсдовлатов. Что скажешь? Спросил приятель. Эка и скотина был покойник, сказал я. Письма Карьеву. Вы же понкупил себе словарь. А зачем? Так интересней. Да послушай соседний абзац. Посылаю тебе две копии. Во-первых, из хвостовства, а во-вторых, я как-то отвлекся и ушел в сторону. Как материал для твоей обо мне заметки, кое меня заранее радует. Вот тебе твоя коя трубка и его коя заметка. Вы вообще знакомы были? Ты ему что, чем-то насолил? К тому времени господин Мольерх имел полную возможность убедиться, что слава выглядит совсем не так, как ее обычно себе представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех углах. Насолил, сказал я, скрывая огорчение. Первым напечатал в радуге. А, так тогда понятно, что ж ты хочешь. Ни одно доброе дело не бывает безнаказанным. Про радугу тут тоже есть в соседнем письме. У меня есть ощущение и даже уверенность, что в СССР, скажу, начнут печатать иммигрантов. Так, я ждал 25 лет, когда ждать еще, вот. Но если да, то возникают, уже возникли, например, в Таллинской радуге, проблемы. Что за проблемы-то? В правописании слова гондон, сказал я. Интересно, там даты нет на письме? Про радугу 2 декабря 88-го года. Ощущение и уверенность у него возникли после моего звонка, что мы его в первом номере печатаем. Информация, основа интуиции. А про трубку? Минутку. 13 мая 89-го. Покупатель. Книгу он купил, библиофил. Эту книгу я ему сам послал. Поздравляю, сказал приятель. Нахрена? Да вместе с журналами, где были его рассказы. А вот меньше надо выпендриваться и раздаривать свои книги. Он ведь хотел получить напечатанными свои рассказы, а вовсе не твои. Подобный неожиданный привет из другого измерения. Может, на полчаса подорвать веру в людей, если у кого есть вера в людей. Я вытащил с полки не только Бродского и прочитал. Михаилу Веллеру с уважением и благодарностью. С. Довлатов. 2-го, дробь 5-го, дробь 89-го, Нью-Йорк. Летом в Ленинграде я позвонил Арьеву. Мы не были знакомы. Таким образом нас познакомил Довлатов. Не могу сказать, с какой целью я звонил. Тем более этого понять не мог Арьев. Вы хотите напечатать опровержение? Спросил он. У меня все-таки хватило ума ответить. Упаси меня, Боже, дискутировать с умершим. Просто я вижу сомнительную ему услугу в публикации этого письма. Понимаете, у него иногда было довольно своеобразное чувство юмора, объяснил Арьев мягко. Здесь содержится такая некая ирония. Я попытаюсь понять, пообещал я. Ирония, но, конечно. Арьев оказался приятным и скромным человеком, и наблюдательным критиком. Из одной его статьи я узнал, что в сочинениях Довлатова все слова во фразе обязательно начинаются с разных букв. И никогда еще ни один литературовед не делал замечание более верного. Можете проверить. Я не знаю, какой смысл в этой особенности. Но за ней, видимо, таится большая скрытая работа, являя посвященному за внешней простотой свидетельства настоящего искусства. Правда, все фразы очень короткие. Если обратиться к литературным аналогиям, это более всего напоминает искусство лейтенанта Шайскопфа из «Уловки-22». Огромной, скрытой работы он добился от кадет своей роты церемониального шага с руками неподвижно прижатыми к бокам. И когда на параде изумленный невидным зрелищем командованием вопросительно воззрелся на Шайскопфа, он звенящим от торжества голосом известил «Смотрите, полковник, они не машут руками». Продолжение этой истории одной лошади было вполне в духе довладских произведений. Годом спустя я обсуждал с художником оформление книжки «Легенды Невского проспекта». «На заднюю сторонку обложки дадим выброски», решил художник. Он любил и умел делать прекрасные гравюры на заглаве, в общем, самоценные, а в остальном предпочитал идти по кратчайшей линии наименьшего сопротивления и подкрепил позицию заботой о моей пользе. «Книга должна выглядеть рекламиста, у тебя есть всякие там рецензии о тебе». Он унес папку с вырезками и через неделю ознакомил меня с эскизом. Верхняя из четырех беспощадных цитат гласила «У нас тут прогремел Эмвеллер и Сталина, бывший ленинградец Эсдаватов, Нью-Йорк. Ну, гадайте, чья фамилия была обведена скорбной рамочкой». «Ну, как?» — довольно спросил он. «Слушай, — сказал я, — там вроде было бы еще одно слово в оригинале. Дай-ка поглядеть. Вот. Некий Эмвеллер. Не просто чекой, — сказал художник. Я понимаю. Выше упомянутый чекой. Адзинь! Мы не в армии, ты не сержант». Художники требуют подхода. Я налил и рассказал историю. Художник выслушал историю и пришел в негодование. «Что значит некий?» «Ху из ху? Какого хрена?» Во-первых, он отлично знал, кто некий, а кто какий. Во-вторых, справедливость должна торжествовать. В-третьих, Довлатов тоже ленинградец. На ленинградской книге это очень уместно. Я долго думал. В-четвертых, с паршивой овцы и хоть шерсти кок, отходы в производство. В-пятых, он бы оценил, я думаю, изящество ситуации. Он задумался и заржал. За пределами искусства все художники и циники. Я тоже задумался, но ржать не стал. Я люблю циников. Я сам циник, а циники сентиментальны. Меня вдруг, что называется, пронзила печаль. Я представил ощущение Довлатова, писавшего это письмо. Чужой в Америке. Без языка. Эмигрантский круг. Признание на родине еще не пришло. А кто-то, моложе, приехал после него из того же Ленинграда, в тот же Таллин, издал книги. Печатается. Принят в СП. Удачливый ловкачий. Звонит ему в Нью-Йорк. И публикует его в таллинском журнале. И пьет с его бывшими друзьями. Откуда взялся? Стал там своим. И посылает свою книжку, вышедшую в издательстве, где двенадцать лет назад, в прошлой, неудавшейся жизни, должны были издать его. Так мало того, еще и в Нью-Йорке, в его теперешних кругах, этот самый еще и чего-то прогремел. Все мы все понимаем. А все-таки горько бывает, господа. О покойниках правду или ничего. Если кто что-то значил в твоей жизни, ты продолжаешь относиться к нему как к живому, просто отсутствующему. Продолжаешь говорить о нем, как раньше, и шутить, и разговаривать с ним, и спорить. Только он уже не скажет тебе ничего нового. Поэтому оставляй за собой последнее слово в споре с тем, кто уже не может возразить нехорошо. Черт! Я оставил за собой последнее слово, и ржать мне тут было нечего. Но я зря так надеялся. Случай оказался не тот. У меня был когда-то рассказ, где покойник на похоронах последнее слово оставляет за собой. И тут ведь последнее слово стало за ним. Говорю недавно по телефону с Геннисом. Лотман, Букер, Таллинн, Нью-Йорк, ля-ля, шарк-шарк, общие знакомые, узкий круг и тонкий слой, да Владов. Мы с Сережей были близкие друзья. Вот как. Он мне о вас отзывался. Очень высоко отзывался. Хм, не знал. Да причем, чтобы до Влада, который очень редко, почти никогда не отзывается хорошо о прочитанных вещах, знаете? Угу. А вы не читали в газете литератор опубликованное его письмо Дару? Он вас там очень хвалит, просто очень. Дару? Опасливо переспросил я. Нет, не знаю. Я знаю, было опубликовано письмо Арьеву, где он обо мне упоминал. Нет, Дару. Вы знаете, есть такой Дар? Мм, слышал, конечно. И вот там, в литераторе... В каком литераторе? Есть петербургский литератор? Если он еще выходит. Они ведь в Питере погорели всем домом. Был московский литератор. Мою реакцию на сообщение можно, мол, назвать непритворной заинтересованностью. Ей-богу, точнее, не помню. Мне недавно привезли из России чемодан литературы, и еще не все в картотеке рассортировано. Слышимость Нью-Йорком отличная, но в разумительности не прибавляла. Я подозревал игру в испорченный телефон. Уточнил. Давно это было? Не помню точно. Года два назад? Нет, месяца два-три. Такие дела. Я очился уяснить новый поворот. Мотор не ревет, еле лапками колышет. Сдох. Свет погашей звезды. Клевещешь, перси на него клевещешь. Но представляю мнение Генис о моем взыгравшем тщеславии после этого занудства. На этой новости мы распрощались два иностранца, два русских литератора, еврейской национальности и нероссийского места жительства. Тере-тере, сказал он. Бай-бай, сказал я. Иностранцам становишься постепенным. Постепенно перестаешь обращать внимание на мелочи. Что автобусы почище и в них не толкаются. Что улицу переходит только на зеленый. Что при этом идущая с поворота машина всегда тебя пропускает, отдавая тебе дорогу на зебре тормозит трамвай. Что все спокойные и нигде не лезут без очереди. Привыкаешь в такси здороваться с шофером. Привыкаешь к сдержанности общения и к пунктуальности встреч. Что новогодние елки ставят чуть раньше на римское Рождество. С ним можно поздравить, сделать подарок. Привыкаешь к климату. Погода бывает разная. Привыкаешь, что в гостях не кормят обедом. Что часто слышишь нерусскую речь. Что вместо таблички переучет инвентура. Как привыкаешь к новой моде. И вот она уже естественно глазу. Естественно пограничники и таможенники в поезде и аэропорту. Обычные люди за мелкой процедурой, как автобусные ревизоры. Естественно постоять за визой. Раньше был за водкой, за хлебом, за носками. Какая разница. Да то в очереди за билетами стоять не надо. Чисто и свободно. Естественно, что время идет. И далекие друзья приезжают к тебе все реже. И язык местных русских газет становится понемногу провинциальным. А российские газеты есть в киосках не всегда. Редко. Иногда. Сокращается время телевещания. Долго поговоривают об отключении. Ну, нет уже петербургского канала. И российский исчез. Остался Останкинский по вечерам. К приему финского телевидения привык давно. А здесь появляются новые каналы. Гонят в основном американские сериалы. И в их звуковом фоне начинаешь различать, понимать американскую речь. А эстонская обычно. Что с того? Какая в сущности разница, что деньги считаешь на кроны, уже не сбиваясь, по инерции называть их рублями, что переезжаешь на финские йогурты, датское пиво и американские сигареты. Тот же пейзаж за окном. Те же люди. Разве что машины меняются. Так вот везде. Однажды замечаешь, что перестал выносить мусорное ведро. Весь мусор спихивается в яркий пластиковый пакет из-под очередной покупки. И сам этот мусор нарядный и пестрый. Баночки, коробочки, бутылочки, не имеющие ничего общего с когда-тошними помоями. Замечаешь при очередных российских катаклизмах свое приятное ощущение безопасной непричастности. Твоей семье это не касается. Тебе лично не грозит. На Рождество получаешь стандартные поздравления президенту республики на четырех языках. Русского нет. Нет в документах и на выисках. Хлопаешь шампанским под звон новогодних курантов Кремля в телеке. Звонишь родным и друзьям за границей с пожеланиями. А здесь еще только одиннадцать. И через час хлопаешь еще раз по местному времени. И звонишь в Белоруссии и Израиле. И там время тоже. Ты просто живешь здесь. А мог бы жить в другом месте. Что из того? Внутри тебя ничего не меняется. Человек есть. Страсти, мысли, убеждения, привязанности, интересы. Все прежнее. Хау! Мы с вами одной крови. Вы и я. Россия остается своей. Ты приезжаешь. Здорово, ребята! Смотришь в лица. Прочие мелочи. И по дороге от лица до лица шизеешь. От грязи и бьющей в глаза нерадивой и бесстыдной нищеты. От обшарпанных прилавков, вонючих лестниц, колдобистого асфальта, от дебильной медлительности кассирж и неприятней продавцов, от грубости равнодушия и простоты жульничества, агрессивной ауры толпы. Где каждый собран за себя постоять, туземной раздрызгности, упрессованного телами транспорта, нежилой неуютности кабинетов и коридоров, от неряшливой дискомфортности редких кафе и убогой пустоты аптек, таксист, хам, редактор враль. Слово не держится, в метро духотище, водка, отрава, вязким испарением прослоена атмосфера, тягучий налет серости на всем, и от этой вселенской неустроенности устаешь. Сам процесс жизни делает с тебя труден неизвестно отчего. Вдруг замечаешь, что ты не так одет. Негладящиеся штаны и рубашки вольных европейцев, и интеллектуалов, и профессуры, неуместно среди двубортных костюмов старших банковских клерков, словно ты фрондируешь из бедности, а сьют при галстуке, не вписываясь меж растянутых свитеров и несвежих клетчатых рубашек. Не понимаешь выражения глаз и голоса при официальном знакомстве, тебя изучают, оценивают и взвешивают, чтобы избрать стиль общения согласно твоему положению. Единое и равное для всех дистанции официального общения не существует, а ошибочное нелепо, не готов к тому, что желание выпить по рюмке, обычно приходит в намерение неукоснительно прикончить бутылку и взять следующую. И вдруг обнаруживаешь в себе остраненную и отстраненную независимость. Ребята, я уже не здешний, я уже живу за границей. Достоинство и отрада свободы — мягкая улыбка. Я ни от кого ничего не хочу. Мне ни от кого ничего не надо. Я вне, отдельный. Я даже не твердо знаю, что тут у вас происходит и по каким правилам, на какие ставки вы играете. Обнимаю искренне ваш. И не просто хочешь домой. Нет, в главном тебе здесь нравится. Интересно, здесь твои друзья, здесь решаются дела и судьбы, здесь кипит жизнь. Это вроде и твоя, тоже настоящая жизнь. Впечатления, события, новости, знакомства, планы — все это хорошо. Но при этом одновременно хочется жить дома. Там. И не то, что там лучше. Нет, там никак. Скучно, духовно, пусто, одиноко, привычно, нормально, как раньше, как обычно, как всегда. Чуждо. И кажется, будто там для тебя внутренне ничего не изменилось, и будто ты сам внутренне не изменился. Но и здесь чуждо, тяжело, неприятно, непривычно, зависимо. Не твое. Ты был отсюда, но ты уже не отсюда. Россия, в которой жил, живет в твоем естестве той, неизменной, живет в рефлексах и ментальности, и по песчинке, и исподволь меняется вместе с твоей памятью и тобою самим. А настоящая Россия меняется реально. Ты следишь за событиями, переживаешь хумом и нервами, но не шкурой. Ты дышишь другим воздухом, и ты замучишься входить в эту воду дважды. И гонопольскому в эхе Москвы на вопрос, ну, как тебе Москва? Я мог ответить честно только одно. Но, ребята, в этой сверхгигантской куче дерьма, оскорбительно и непереносимо все, кроме одного, но, ребята, вы все здесь. И давно мне напоминает эта грустная медморфоза. Гениальные среди прочих рассказ Брэдбери были они смуглые и золотоглазые. Как колонисты на Марсе постепенно и незаметно для себя превращаются в марсиан и уже удивленно не приемлют прибывших землян, а те ломают голову. Где же колонисты и откуда же эти марсиане метафорой миграции? Особенно применимые сейчас к русским, из-за всяких хвалевых и сознательных шагов и подготовки оказавшимся в ближнем зарубежье. Для себя я называю его межграничьем. Межграничье, так я назвал телефильм, который сделал в январе 92-го, сразу после распада Союза. А наступивший, сразу еще неосознанной трагедии, русских, вдруг проснувшихся иностранцами, за границами России, чужими и там и здесь, фильм не был принят. Прогрессивное Останкино сочло, что он играет на руку красно-коричневую. Забавно, что сообщил мне это тот самый босс, который раньше устроил показ ленты «Русские в Америке». Фильм отображал жизнь этих метущихся русских в этой стране контрастов Америки преимущественно двумя красками, белой и черной. Как предписывает произведению искусства закон драматизма, преобладала черная краска. Там одни радовались свободе и бизнесу, так и было меньшинство, а большинство страдало от бездуховности жизни и ненужности русской культуры, носителями которой она является. Я с замиранием в сердце ждал, что здесь обязан возникнуть Довлатов, и, наконец, впервые увидел его. Не на фотографиях, а, так сказать, в движущемся и озвученном изображении. Это не была сцена довольства и успеха. Довлат был большой, бородатый, низколобый и добродушно мрачный. Его облик, скупой жест, интонации, в накладку на какой-то серый бытовой фон вполне создавали впечатление скептической разуверенности во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне. Картина выглядела пессимистично, и должна была, видимо, служить мысль, что писателю в Америку ехать не надо. Но как для России московская прописка всегда была чем-то вроде знака причастности к касте или качеству, или социального статуса, как в самой Москве можно жить, скажем, на Кутузовском, а можно в Чертаново, так потом в России и в Москве американская прописка, в меньшей степени немецкая или французская, например, даже израильская, стала тем же свидетельством социального положения. Мол, каков шесток, таков сверчок, хотя давно известно, что в России наилучше всего быть иностранцем. Он живет в Америке, о, значит, этот человек уже чего-то стоит. Сей трафаретный взгляд не лишен здравого зерна, успеха ведь места и время, ясно? Куда направлены прожектора, где вершатся главные дела и главные карьеры? Там цена всего автоматически повышается. И цена человека, и цена слова, и цена поступка в глазах тех, в первую очередь, кто сам не там. Уль-те-марегис! Так делают в Париже. А если кто живет на помойке, значит, по его качествам и стремлениям, там ему и место. Чего ж он стоит? Чего ж от него и ждать? География наукопсихологическая. Твое место возле параши, исчерпывающая характеристика. Сравнение позорное и унизительное. Россия сейчас перемешана гигантской помойкой в сепараторе, где активные элементы с легкой фракцией, сливками и дерьмом смываются в Америку. Она значимее, середняком в Риме, чем патрициям в деревне. Кто раз ощутил себя гражданином великой державы, не будет счастлив в принадлежности к державе второстепенной. Раз человек не остров, а часть материка, то материк должен быть приличный не сам по себе, но часть семьи, рода, стаи, команды, армии, страны и сила и честь страны. Его сила и честь. Я римский гражданин. Топот и стук пробивают головами стенку в соседнюю камеру. Там пайка больше и прохаря новее. И закон. Правильная хата. Кому повем, мою печаль. Для умного человека все истины банальны. А для себя кто ж не умен настолько, чтобы доказывать их прочим, чьи умственные способности не то что презираешь, но затрудняешься заметить невооруженным глазом и какое занятие с роднегазетной работе и каторжному развлечению по пересыпанию кучек земли по кругу, что провоцирует развитие нервных заболеваний. Поэтому пьют читатели. И поэтому пьют журналисты. Писатели пьют еще и от отсутствия читателей. В пятейной биографии Довлатова самое радостное, кажется, место, судя по письмам, это когда в Вене он обнаружил, что ректифицированный медицинский спирт можно купить в аптеке за 11 феннингов 50 грамм, что есть литр водки за шинка. Под вопросом, учат ли в австрийских школах арифметики тупые австрияки не высчитали этого до сих пор. В этом удивление отличие того, кто становится иностранцем сразу, прыгая из берега в воду, от того, кто делается им постепенно сыровато, влажно, еще мокрее, и вот уже ни рыба, ни мясо, а так земноводная на полпути икуня. Выше упомянутыми соображениями мы поделились с вымотой по частям холодной водой копенгагенской москвичкой, которой благородный дон за немением ируханских ковров показал швейцарский офицерский нож, присовокупив мнение, что очаровавший ее знаменитый Кабаков такого просто не видел. Этот ножик я всегда беру с собой в поездку. В его рукоятке упрятано все необходимое для застолья и мелкого ремонта, всякой всячины. Даже закаленная пилка с обратным ходом, которой можно будет перепилить наручники, когда меня арестуют за нарушение всех норм литературных приличий и вообще нравственности. Именно им я и нацелился резать закуску в кабинете главного редактора московских новостей, когда появился именно Кабаков. Первым делом я откнул пальцем в нож и процитировал известное место из сочинителя. Кабаков извернулся красиво. Он вытащил из кармана точно такой же и положил рядом. «Для пары», — сказал он, — «на память от меня». Тем самым он убедительно возразил, что ему таки известно, как выглядят швейцарские офицерские ножи. Только этот был сделан не в Китае, но именно в Швейцарии. Не такой попался мальчик, что таскать в карманах дешевку. «Это нельзя рассматривать иначе как повод, причем уважительный, — сказал он, — есть предложение начать пить». Но пить мы начали позже, и за литром кукурузного самогона обсудили не только сравнительные достоинства и характеристики карманных ножей, но и ценные особенности прочего холодного и огнестрельного оружия, обнаружив массу общих пристрастий и интересов писатель, оружие и пузырь, перспективное сочетание. Это был чистый реваншизм. В советские времена и интеллигенту, и гуманисту полагалось считать, что оружие — нечто, безусловно, плохое. Любят его трусы, негодяи и люди вообще порочные, хотя по этой логике армия должна быть последним прибежищем трусливых негодяев. Одновременно идеалом человека проглашался солдат, а вершины любви — любовь Дзержинского к Маузеру. Отрицая Дзержинского, вольнодумец плевал в Маузер. Человек звучал гордо. Обезьяна, вставшая на задние лапы, взяла в переднюю палку, совсем не для того, чтобы ею подтолкнуть марксиста Энгельса к созданию эстмата. С тех пор оружие явилось естественным продолжением мужской руки, и по этим рукам призывалось дать и крепко дать, достать чернил и плакать. Где господствует мораль, там нет места истине. К несчастью или к счастью, но щек на свете меньше, чем желающих врезать по ним дважды. Поэтому естественная и природная функция любого нормального мужчины — защищать себя, свою семью и дом от кого. Была бы шея, а любитель по ней дать всегда найдется. Почему? Потому что человек создан изменять мир и никогда не удовлетвориться существующим. Агрессивность — это аспект избыточной энергии, имманентной в человеке, благодаря которой он и переделывает мир. Хапок — захват, сражение, простейшая форма передела мира. Оружие — инструмент передела, инструмент жизни. Это сила, власть, самоутверждение. Я хозяин жизни. Я переделываю ее по своей воле и разумению. Я действую, и, значит, я живу, не говоря уже о разных критических пограничных ситуациях, когда оружие решает вопрос самого твоего существования, а честь — достоинство, справедливость. Поэтому джигит может быть оборванец, но чтобы оружие в серебре и коллекция оружия всех эпох тому подтверждеть. Оденьте Матадора в тренировочный костюм и дайте ему в руки колун. Что скажут испанцы о моменте истины? Один даст съесть пуд соли, другой возьмет в разведку. Человек познается в пограничной ситуации на пределе опасности и напряжения и неизбежно стремится к ним реализовать все заложенные в нем силы и возможности. Где ж жизнь острее, чем в бою и мрачной бездны на краю. Поэтому военные блатные песни Высоцкого — адекватный материал, накал и риск борьбы на грани смерти, обнажение сути. Поэтому трещит, бомбит, взрывается голливудская муви. Поэтому грохочут кольты и базуки у Кабакова, а московские девушки у Пелевина рассуждают о калибре авиапушек Люфтваффе. Писатель, авантюрист в накале нервов и вершении миров за своим столом, влеком инфернальной красотой оружия, как знаком сильной власти, решительных поступков, крупных событий, всемогущества и крутизны в своем воображаемом, созданном мире. Естественная сублимация. Без нужды не обнажай, без славы не вкладывай. И когда в Эстонии сделали свободную продажу оружия, я сверился с любимыми справочниками, выправил справку, что я не псих, и справку, что был охотником и умею стрелять, и пошел в магазины покупать гризли. Это сорокаптикольтовская машина под патрон Винчестер Магнум, которая должна выкидывать нежелательного посетителя обратно на лестницу прямо сквозь дверь, хотя вдвое дешевле обходился несравненно безотказный Вальтер ПП 9 мм, которого вполне достаточно, чтобы устроить любой сборной по карате прослушивания Шопена, лежа. Хотелось пощелкать пистолетом и пострелять, но я был безоружен и не трезв, а Кабаков подписывал номер. Здесь с легким креном мы подошли к концу забористого бурбона Катти Сарк, на короткой рубашке с непревзойденной в истории скоростью парусника, гонявшей через ревущие сороковые, свисты Тена в ту самую Австралию, откуда теперь тоже приходят письма от старых друзей, где тоже переводят с русского и платят деньги за чтение лекций по современной русской прозе. Боги, боги мои! «А ведь я хотел уехать в Австралию, да и сморк, глупости, мольтки, чтоб вы делали в Австралии, разводил бы розы, зачем, на продажу, ерунда, там не растут розы, а что там растет, овцы, ну, разводил бы овец, зачем, на продажу». В самолете Австралийской линии я наслаждался мемуарами Буниуэля, чтобы в двадцать седьмом году сделать андаузского щенка надо быть действительно гением, это вам не Бергман. Когда в восемьдесят втором этот фильм демонстрировался в Доме кино, то на анальном кадре крупным планом бритва половинит глаз, в зале раздался вскрик и звук упавшего тела. Нервный вскрик и тяжелое тело принадлежали одному из лучших давлатовских друзей, Евгению Рейну. Куда метк? А лучшее место в мемуарах Буниуэля? Так он читал мемуары Дали. Закадычные земляки, они решительно разошлись после знакомства с Гала. Она предпочла Дали, а Дали предпочел ее. Буниуэль же сам хотел предпочесть их обоих, в чем ему был отказан. Объективность и такт не числились среди достоинств Дали и не входили в его задачи. Буниуэль ознакомился в мемуарах среди прочего интересного кое с чем о себе и несколько огорчился. Он огорчился, снял телефонную трубку и позвонил Дали, который в это время был в Париже. — Здравствуй, Сальваторе, — сказал он. — Это я, Луис. — Здравствуй, Луис, — ничуть не удивившись, сказал Дали. — Очень рад тебя слышать. — Я подумал, почему бы нам не встретиться. Действительно, хорошо бы бы встретиться. Почему бы нам не посидеть, не выпить вина. Это было прекрасно, Луис. И вот двадцать лет не видевшись, знаменитый Буниуэль и еще более знаменитый Дали встречаются в кафе. Они обнимаются, вздыхают. Сколько лет, сколько зим. Печально и любовно оглядывают друг друга. Садятся под тентом на бульваре. Париж. Пьют белое вино, курят. Вспоминают молодость. Говорят о жизни, об искусстве. И, наконец, Буниуэль приступает. Сальваторе. — Я тут недавно прочитал твои мемуары. Прекрасная книга, замечательная. Я получил наслаждение. Но, признаюсь, хочу спросить тебя. Все-таки мы с тобой старые друзья. Когда-то вместе начинали, вместе верствовали. Скажи, ведь это не по сюжету необходимо. Ни смысловой нагрузки не улавливается. Зачем тебе нужно было так меня обосрать? Это так обязательно? Или тебе было приятно? Не могу поверить. На что Дали глотнул вина, затянулся сигарой, напустил дым, подкутил иголочек своих золоченых усов и с нежностью ответил. Луис, ты ведь понимаешь, что эту книгу я написал, чтобы возвести на пьедестал себя, а не тебя? Золотые слова. Золотые слова. «Поэты распускаются в темно, а всплываются в темной глубине, а всплывают уже являя себя благоуханными и белоснежными. Поэты, значит, так же. И тут я, да и на нежностью должна быть про нежность вя Cell hid para president —ibel сюда. И тут я весь в белом. Насчет благоуханных и белоснежных никто сейчас не уверен. Конечно, некоторые, наоборот, долго там в глубине себя барахтуют, чтобы сплыть готовой какашкой, чтобы привлечь внимание почти низшие публике, резким контрастком цвета и запаха среди онных вилий. — Людики-цветочки, не ходи в наш садик очаровашечка, каждый пишет, как он слышит медведь тебе на ухо. О, время мое! Украшают тебя мемуары, как янычары пашу. Я не хочу писать мемуары, но фактически я их пишу. Соло для фагота без ансамбля. Эти стихи я пытался переводить старому немцу, с которым мы были на аэродроме, сидели и на кофе налегали. Немец был мудр, самовлюблен и прожорлив, ему нравилось обобщать. — Прагикомизм нашего положения в том, — пожаловался он, — что мы добиваемся признания в глазах людей, чье мнение презираем, и понес строить. — Поскольку мы имеем дело не с предметами, а с нашими представлениями о них, всякая честная философия неизбежно должна быть идеалистической. И реализм в литературе, на деле идеализм без берегов, натёрл их. Я чувствовал, что тупею. Потому и попытался переключить разговор на более знакомый предмет русской литературы. — Я читал до Влатова, — сообщил немец, и в испуге уставился на мое лицо. — Спас меня подоспевший Мишка Вайскопф. С опозданием на три часа он всё-таки приехал меня встречать. Однажды в Таллине я встретил его с рижским поездом, и через три дня он приехал из Киева. Он перепутал направление и потерял паспорт, а деньги у него украли. На него нельзя сердиться. В 73-м году он пошёл добровольцем на израильско-арабскую войну и угодил под трибунал за путаницу в документах и утерю личного оружия в общественном транспорте. Я его люблю. В Сиднее он спас меня от инфаркта. — А ты знаешь, что Борька Фрейдин тоже здесь? — первым делом сообщил он, трогая машину. — В компьютерной фирме работает. За окном мелькал зелёно-белый пейзаж, слепил. — Так далеко от Таллина, вполне приличный город, — сказал я. — Не скучно? — Ты что? — оживился Мишка. — Я тут недавно вернулся из Новой Зеландии. Так вот это глушь я тебе доложу. В общем, не сообразишь сразу, за каким краем света находишься. Ясно так, что вверх ногами ко всему прочему человечеству. Ужас! Одни бараны пасут других баранов, а у дверей снаружи так просто приделаны поручни, как на танковой башне, держаться, когда ураганы, чтобы, значит, нахрен не сдуло в окружающий мировой океан. А тут чё? Что ты, цивилизация? — Господи! За каким хреном тебя ещё туда занесло? — Лекции читал? — Месяц. — Ну ты просветитель. — Миссионер. — Кому? О чём? — Примерно по Талмуду, в местной еврейской общине. Наконец-то выпускник Тартусского университета нашёл приличную работу в Южном полушарии. — А я тебе не говорил. Я переработаю в институте Талмуда в Иерусалиме. Визиточку возьми. Кстати, об Иерусалиме. Ты слышал, что у Генделева был инсульт? Как мы стареем. В девяностом году в Ярушалае, именно дне рождения Вайскопфа, мы с Генделевым нажрались в хлам и закончили ночь в пять часов в последнем открытом баре, довесив на русскую водку, мексиканскую текилу и израильское вино, полдюжины пива Маккаби. Перед рассветом в закоулках арабского квартала мы были обнаружены патрульным джипом и подброшены в центр. С ума сошли так пить? спросил дружелюбный головорез по-русски с грузинским акцентом. Ножа захотелось. Недавно приехали. Откуда? Я из Тбилиси. Гоморджоба, ответил Генделев. Нож не проблема. И стал рассказывать, как на операции он, анестезиолог, давая общий наркоз, снотворное дал, а обездвиживающий забыл. И вдруг посреди операции брюшная полость открыта, больная села на столе. Бригада офонарела от ужаса. Хирурга пришлось буквально откачивать. Генделева выгнали из госпиталя, и больше он врачом работать не стал. Он гениальный поэт. В доказательстве, желая сделать приятное, мы спели по трулю старую балладу. Корчит тело России от ударов тяжелых подков, непутевыми сии офицерских полков. И похмельем измучен от вина и жары сатанел, пела тройки поручик воды Дарданел. Чей ты сын? Твоя память лишь сон. Тей за багрянец Асин Петерговских аллей, за рассвет за Неву. Сентиментальное было путешествие. Эту песню он написал к фильму «Бег». В 70-м году, когда мы познакомились в ленинградском клубе песни, музыку сочинил Ленька Нирман. Ленька давно в Тулузе, записывает диски, руководит хором, растит детей, живет в родовом замке жены, и раз в три года прилетает в Ленинград пить со старыми друзьями и прошлой женой, которая была влюблена в меня. Так он мне не наврал, что я гомосексуалист. Вот, хитрый сука. А теперь нас замужем за Серегой Синельниковым, моим же корешем и лучшим другом Сереги Саульского, с которым мы пили в Париже и пели его старую. Мы привыкаем ко всему, к плохой погоде, к вокзальной давке и к улыбкам ресторанным. Мы привыкаем, даже если бьет по морде и даже краном. Как это странно. Ату меня, мой Петербург, ату. И походит эта шизоидная фуга на анекдот про то, как пьяный мочится на цокль Аничского дворца, а турист и интеллигент робко интересуется у него, как пройти к Зимнему дворцу, на что пьяный рассудительный отвечает, а нафига тебе Зимний? Ты сэй здесь. Этим древним питерским анекдотом и напутствовал меня Гендалев, когда за неимением Зимнего дворца мы обошли с Таханомерказит, то есть центральным автовокзалом, откуда первым автобусом я уехал на север, в Цфат, где жил у брата. Автобус был набит солдатами, и солдаты были молчаливы. Вчера Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, и в Израиле пахло очередной войной. Ракетные бомбардировки начались позднее. За два часа пересекаешь в длину полстраны, автобус полез в горы, водитель в кипе, крутил серпантину наизусть. Маленький древний Цфат спасался наверху, а от Сирии и Ливана это расстояние гаубочного плевка. Я отоспался днем, а вечером пришел из госпиталя брат, и мы отправились посидеть и выпить кофе на Иршалаемскую. Это единственное место в мире. Ни Дизангоф, ни Ундердон-Линдон, ни Бродвей, ни Пикадилли, нет подобных. Недолгая пешеходка вымощена розоватым галилейским камнем. С темнотой и звездами зажигаются фонари у столиков и навесов, светятся на распашку лавки и кафе, чередуя негромкую музыку, и все приветствуют, потому что знакомые сошлись судьбами. Раскаленные за день сосновые посадки на склонах внизу отдают смолистое тепло в истывающий горный воздух. Рубеж святой земли и отхозаветные твердыни художников и богословов уют и вершина. Вали-ка-то отсюда, озаботился брат. Куда махнул я? Домой. Где-с? Здесь сейчас поддерг. Умирать хоть за дело. Успокойся, необученного не возьмут. Старший офицер батарей, не смеши. Война кончится быстрее твоей переподготовки. Тут свой масштаб. А ночью из окна различимо далеко внизу Твердиадское озеро, по контуру берега световая россыпь Твери и огоньки Капернаума, где впервые Христос явился рыбарям. Тишину колеблют приливы приглушенного стрекотания, патрульный вертолет обходит локаторные ракетные точки ПВО на соседних высотах. Радио каждые полчаса прерывало еврейские песни последними известиями. Их завершал обзор культуры. В Нью-Йорке в возрасте сорока девяти лет скончался от сердечного приступа русский писатель Сергей Довлатов. «Мишка, ты слышал?» сказал брат. «Я слышал», сказал я. Радио трещало дальними помехами. Земля была невидимой и огромной. Нереальным множеством миров они слали сигналы сквозь пространство. Жизнь оскольчато преломилась в разные измерения. Странно бередит напоминание, что живешь в них одновременно. Мы встали и выпили водки Кеглевич напомин души писателя Сергея Довлатова. И потом, после прощания, когда трехсот местный Ил влетел ночью в грозу над Средиземным и стал болтаться и махать крыльями так, что им полагалось оторваться, пристегнутые пассажиры напряженно пошучивали через паузы и вместо полагающегося на всякий случай подведения итогов прожитой жизни вертелось в поверхности сознания обрывистая чепуха уж, как водится, не курить, а в туалете унитаз выпрыгивает из-под тебя и не проникало смыслом, но помнилось уж больно уместно и склячкино, с которым еще в его ленинградской молодости я студентам пил за одним столом, поскольку в лесе они учились в группе с моим дядькой и приятельствовали строчкой его прощальной песни отлетной. покидаю я страну где прожил жизнь и разберу чью куда мчимся, да? Птица тройка дает ответ дышлом до мозги вон впрягли в бричку лебедя рака и щуку и задумались сыграть квартет но мартышка в старости слаба мозгами стала кибитка потеряла колесо и докатилось оно и до Москвы и до Казани и до трансвали страны моей земля-то она круглая и вертится а борт трещал как пустой орех вправду и никакой тут символики лишь однажды ван-два над каракумами попав в песчаную бурю скакал я в такой болтанке но здесь при массе и скорости рисло жестче как бьет на рельсах и долго дьявол бесконечно я чувствовал себя как балда в проруби ведь идентифицировать нечего будет гражданин никакого государства представитель никакой профессии болтаясь меж хлябью вот и небесной неизвестно где и желающий не весь чего неведомо зачем а я отнюдь не убежден что кто-то там наверху хорошо ко мне относится в совершенном беспамятстве Таллин неизвестен неизвестен